Чур, я первую буду крутить колесом. Как мне повезло, я просто обожаю колбаски. Круто, что мне выпали именно они. Точнее, одна огромная колбаска. Вкуснятина. А теперь я узнаю, какая вкусняшка достанется мне. Блин, я же хотела вкусняшку, а не гадкого таракашку. Может, еще не поздно все переиграть? Нет, я не позволю. Ты хочешь, чтобы я ела эту гадость? Они же воняют и ползают. Нет, я не буду. Я и без того их очень боюсь. Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому. Время колеса наказаний. Нет, я лучше тараканов слопаю. Хотя они к моей аппетитной пицце совсем не подходят. Они атаковали мою руку! Нет уж, на такое я не подписывалась. Ужас! Джули, а ты чего ждешь? Пора бы и тебе колбаску слопать. Полностью согласна. Думаю, я сделаю из пиццы хот-дог. С начинкой из вкусной колбасы. Смотри, как круто получилось. Ничего вкуснее я давненько не пробовала. Толбаса идеально дополняет вкус пиццы. Это намного вкуснее, чем обычные хот-доги. Джули, ты вынуждаешь меня откусить твою вкусняшку. Я с удовольствием это сделаю. Ты что творишь? Кто тебе разрешал трогать мою сосиску? А ну отдай ее мне! Как тебе не стыдно? Ешь своих тараканов. Не хочу. Их так много. Они явно хотят съесть мою пиццу. Ничего себе. Их и правда целая куча. Пошли все вон. Дайте мне хотя бы откусить пиццу. Ничего себе. Они мне почти ничего не оставили. Ну, так даже удобнее. Она только что съела таракана. Какой кошмар. Кажется, в моем рту кто-то поселился. О нет, пошел вон. У Милы во рту теперь тараканье царство. Можно в этот раз я буду первый крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О нет, только не червяки. Я буду рада жвачке, а не червякам. Ура! Хуба-бубу я люблю. Красота. Теперь моя очередь крутить колесо. Что? Это не честно. Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пиццы, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота. Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то, что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится вкусная пицца? Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Да, конечно. Почему бы вкусную пиццу и не съесть? О да, как же это круто. Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да, он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум. Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи. Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пицца без них гораздо вкуснее. Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет, я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О нет, надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло. Дождь это даже приятно. А если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха. Ой, помогите. Меня накрывает волну этих гадких лапок. Джули, ты так смешно выглядишь. Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да. Вот это я понимаю везение. Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть, с ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах. Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота. Как же это вкусно. Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги. Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай. Ой, что это было? Как ты посмела. Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет. Я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на цуэфа, кто крутит колесо первой. Я победила. О, да. Картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было. Или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусная, хоть бы вкусная. Нет. Что угодно, но только не чеснок. Он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах нет. Откуда ты исходит? Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно. Для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово. Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея. А я с помощью картошки передам свою эмоцию. Радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да, а теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет, как же я буду его есть. Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время – колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет. Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, да уж. Выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помойное ведро. Ты. Я так долго точно не протяну. О, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь. Я в порядке. Ого. Картошка фри даже на моем лице оказалась круто. Почему у всех так много вкусняшек, а у меня всего лишь одна шоколадка? Одна шоколадка Твикс. Надеюсь, она хотя бы очень вкусная. Эй, смотри, куда мусор бросаешь. Или что ты сделаешь? Хватит ныть, как девчонка. И вообще, я придумала, как разделить шоколадку на несколько вкусных частей. Мне в этом деле поможет пила. Ты у меня сейчас получишь. Хватит, только нас не трогай, а. Да я и не собиралась. Эта пила предназначена только для шоколадки. Вы здесь ни при чем. Но мы все равно пострадали. Пострадали? Это же Твикс. Так что в нем каждая крошка дорога. Какая вкуснотища. Я так давно не пробовала Твикс. Оказывается, он просто невероятный. Ну что ж, пришла и моя очередь есть шоколадку. Но сначала нужно избавиться от фантиков. А вот теперь можно и съесть шоколадку. Ничего себе! Откуда такой аппетит? Неужели Твикс и правда такой вкусный? Конечно. Знаете, с чем идеально сочетается шоколад? С молочком. Ай, почему в меня все кидаются? Я не представляю, насколько это вкусно. Шоколадное молоко, шоколадные шоколадки. Как много шоколада. Эй, вы чего так смотрите? Джон, ты бы тоже мог начать есть. Да я как раз придумал одну отличную идею. Просто есть шоколадки, это скучно. Гораздо круче выстроить из них огромную башню. В качестве связующего элемента отлично подойдет нутелла. Ого, Джон, ты настоящий строитель. Каждый уважающий себя парень должен уметь строить. Особенно если речь идет о шоколадных башнях. А девочка должна уметь есть все то, что построили мальчики. Ну что, попробуем? Эй, вы что там творите? Почему башня трясется? Ого, Джон, прости нас. Просто шоколадки очень вкусные. Да все хорошо, меня спас шлем. Ничего себе, сколько же тут чипсов. Много. А вот и нет. Это у вас чипсов много, а мне досталась одна очень маленькая чипсинка. Ее рассмотреть я смогу только с помощью лупы. Образец выглядит очень аппетитно. Думаю, он очень-очень вкусный. А еще очень и очень малюсенький. Джон, теперь твоя очередь. Но наконец-то, я как раз успел очень проголодаться. Кто так закрывает чипсы? Так их никто даже открыть не сможет. Без дополнительной помощи здесь не обойтись. Ну вот, теперь другое дело. Сейчас я покажу, как надо есть чипсы. Алле-оп! Как же вкусно! Но... Да уж, чипсы в прямом смысле сносят башню. Теперь я могу съесть свои вкусняшки. Да хватит! У меня и так голова болит. Ничего не могу с собой поделать. Очень вкусно. А меня спасает шлем. Я почти не чувствую ударов. Но я знаю, как мы можем ее проучить. Достаточно просто разрушить этот замок. Ах, как вкусно! И очень тяжело. Да уж, Эмма, тебе не повезло с конфеткой. Спасибо, мистер Очевидность. Я бы без тебя не поняла. Но еще не все потеряно. Даже самая маленькая конфетка может вырасти на глазах. Если использовать современные технологии. Например, айфон. Ничего себе! Я и не думал, что такое возможно. Еще как! Возможно. И это очень даже вкусно. Ну что же, Джон, теперь твоя очередь есть. Спасибо. Так, сейчас я съем все эти конфетки за один раз. Готовы? Да уж, мы-то были готовы. А вот ты, видимо, нет. Но на этом столе еще есть конфеты. Руки прочь. Это не твои, Скитлз. Они принадлежат мне и только мне. Правда, я не могу решить, с какого цвета стоит начать. Нужно решить этот вопрос с помощью лотереи. Итак, какие конфеты будут первыми? Зеленые. А дальше я просто буду есть все подряд. Какая классная лотерея. Может быть, она и мне что-нибудь преподнесет, а? Ничего себе! Огромная конфетка, внутри которой находится еще больше конфет. Волшебная лотерея. Я тоже хочу. Джон, дорогой, дай мне конфет. Я не успела вытащить лот. Пожалуйста. Эм, ну, ладно. Конечно. Я очень добрый, поэтому я поделюсь со всеми. И снова всем повезло, кроме меня. Мне достался всего один мармеладный глаз. Джон, ты чего смеешься? Может, глаз и один? Но он все равно очень вкусный. Кажется, Эмма подала мне отличную идею для пранка. Вырванный глаз никого не оставит равнодушным. Эмма, смотри, что я сделал. Теперь у меня нет глаза. О, какой ужас! Убери его отсюда! Ой! Помогите! Из-за тебя, Эмма, страдают люди. Какой же интересный фильм и вкусный месквик. Откуда здесь глаз? Спасибо! Давай! После таких страшных пранков вкусный мармеладный глаз – это именно то, что мне нужно. Согласна. Я тоже от такой вкуснятины не откажусь. Джон, а ты чего ждешь? Да ничего я не жду. Просто у меня есть сила воли, в отличие от вас. Но вы правы. Глаза очень вкусные. Слушай, может быть, ты со мной поделишься? Тогда и мне тоже. Мы же друзья. Девочки, не ссорьтесь. Все равно я никому из вас ничего не дам. Ну, пожалуйста. Я сказал, нет. Что? Что происходит? Я слишком хорошо вижу. Посмотрите на него. Глазастый Джон. Так, с чего начать? Положим в блендер шарик мороженого. И добавим любимую шоколадку Кит Кат. Вкуснятина. У меня сегодня такое японское настроение. Добавим немного соевого соуса. Или много. Перемешиваем. Отлично. Заливаем. Набираем в рожок. И посыпаем маленькими печеньками. Красота. Какое же милое мороженое. И на вид вкусное. Ставим на подставку. И идем дальше. Для второго рожка мне понадобится шарик мороженого. Блендер. И жгучие красные перцы. И добавим немного подсластителя. Меда. Не забываем закрыть крышку. И запускаем машину. Готово. Ого, вот это запашок. Заливаем в аппарат. Набираем рожок. И добавим немного жути. Мармеладные глаза. Они отлично сочетаются с желтым мороженым. Ставим этот жутко острый медовый рожок на подставку. Пробуйте, дорогие. Ух ты, какое красивое мороженое. Джейн, пробуй, выглядит съедобно. Ммм, мои любимые мармеладные глаза. Ой, подавилась. А, прости, Мэри. Ты отлично ловишь. Попробуем мороженое. Мамочки, как же горит. Я не могу, это очень остро. Кажется, я полетела. Ой, я вижу наш дом с высоты птичьего полета. Мне хватило. Мэри, пробуй ты. Я с удовольствием пробую свой рожок. Выглядит странно, но попробуем. Ил, он такой странный. Но есть можно. Так, у меня очередная порция мороженого. Сейчас добавим шарик ванильного и наггетсы. Ммм, здесь не хватает только орео. Надеюсь, что девочкам понравится. Я обожаю орео. Перемешиваем. Ой, как громко. Заливаем. Набираем в рожок. И посыпаем солененькой картошкой фри. Найс. Готово. Ставим на подставку и идем дальше. А теперь я хочу добавить шарик шоколадного мороженого. К нему немного так и напрашиваются большие и сытные роллы. Ммм, только сегодня утром приготовила. И напоследок немного клубнички. Вкуснятина. Сейчас все перемешаем. Выглядит хорошо. Осталось залить в аппарат. Набрать рожок. И посыпать шоколадной крошкой. Принимайте работу. Девчонки, мороженое выглядит необычно, но надеюсь, что по вкусу будет классно. Джейн, нравится? Пробуй. Ммм, вкусненько. Оно такое шоколадное. Вот только не понимаю, что с ним не так. Но на вкус пойдет. Мэри, убери свои руки. Мое. Ладно, мое будет в сто раз вкуснее. Это кто? Картошка фри? Ммм, вкуснятина. Мороженое странное, но съесть можно. Так, так, будет что-то еще. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У меня отличное настроение, поэтому приготовлю мороженое из шарика ванильного и моих собственных соленых огурчиков. Солила сама. Открывайся! Открывайся! Надеюсь, что столько хватит. Сама даже не пробовала. Ммм, неплохо. Но соли многовато. Ладно, сойдет. Перемешиваем. Заливаем в аппарат. Набираем рожок. И посыпаем вонючим чесноком. Это мороженое спугнет любого вампира и заразу. О, готово. Ставим на подставку и идем дальше. А дальше мне понадобится шарик ванильного мороженого. Четко в цель. Не зря прошли мои годы в команде баскетболистов школы. И хочется добавить сладких пончиков. Какие красивые. Один погружаем, перемешиваем. Заливаем в аппарат. Ес! Набираем рожок. И посыпаем цветной посыпкой. Пробуйте мои сладкие. Можно я? Можно? Ура, я первая. Сейчас попробуем. Выглядит отпадно. А на вкус? Вау, очень вкусно. Что? У меня губы в посыпке. Она тоже очень вкусная. Больше не могу смотреть на довольное лицо Мэри. Что? Фу, это чеснок. Ужасно. И как мне это есть? Я не могу, это отвратительно. Как же Мэри повезло с ее рожком. Мое мороженое ужасное. Мэри, хочешь оценить мой запах изо рта? Как тебе? Чесночка маловато, да? Я уже вооружилась ложкой для мороженого. Мне нужен шарик мороженого и вонючий сыр. Перемешиваем. Что там получилось? Фу, запашок, как из мусорного ведра. Заливаем в аппарат. Набираем в рожок и посыпаем вкусненькими червячками. Кажется, им мороженое понравилось. Идем дальше. В дело пошло мороженое с Китлз. Готово. Что там дальше? Точно кислый джем. Попробуем. О, как же кисло. А я думаю, что он отлично будет дополнять сладость от мороженого. Перемешиваем. Заполняем рожок и посыпаем, конечно же, с Китлз. Его много не бывает. Ставим. И готово. Девочки, такого мороженого вы точно еще не пробовали. Мэри, скорее пробуй. Интересно, какая будет реакция. Ммм, как сладко и вкусно. Вы посмотрите на мой язык. Ем все до последней крошки. Теперь я. Фу, что это такое? Его что, на землю уронили? Почему он весь в червяках? Я не могу, они живые. Бе, как же это отвратительно. Я чувствую, как они двигаются у меня во рту. Все, больше не могу. Ладно, съедаю последнего. Бе, мне плохо. Они теперь будут жить у меня в животе. Нет. А мне бы петь да танцевать. Но надо готовить мороженое для моих девочек. Шарик мороженого в блендер. И горчица лишней не будет. Добавим хорошую порцию. Мне для них ничего не жалко. Перемешиваем. Готово. Бодрит. Заливаем в аппарат. Стоп. А где посыпка? Так не пойдет. Точно, можно взять немного собачьего корма у нашего песика Лео. Набираем рожок. И посыпаем гав-гав собачьим кормом. Отличный рожок. Ставим на подставку. Идем дальше. Хочу сделать шоколадное мороженое. Какое вкусное. Какого можно и побольше. Кажется, здесь мало шоколада. Немного шоколадного сиропа не помешает. Красота. Запускаем. Готово. Сама бы съела. Но надо делать рожок. Заливаем в аппарат. Набираем рожок. И посыпаем конфетами ММДемс. Готово. Я так старалась. Давай на Цуэфа. Отлично. Победа за мной. Я выбираю этот рожок. Выглядит странно. Это собачий корм? Джейн, хочешь? Какая гадость. Мэри, а ты можешь погавкать? Как песик. Гав-гав. О, кажется, Мэри плохо. Упс, Джейн. Вот ты и посмеялась. Давай, пробуй уже свой рожок. Я с огромным удовольствием попробую, ведь у меня точно будет вкусный. Вот видите, какая вкуснятина. Лучший рожок за сегодня. Мэри, не смотри на меня так. А у меня очередная порция мороженого. Хочу сделать ее особенной. Добавим немного вонючей рыбы. К нему брокколи. Бе-е-е. Перемешиваем. Готово. Заливаем. Набираем в рожок и посыпаем сладкой посыпкой. Идем дальше. А этот рожок будет шариком мороженого и морской капустой. Все гениальное просто. Перемешиваем. Вроде бы готово. Заливаем в аппарат. Набираем в рожок и посыпаем шоколадными конфетами. Выглядит аппетитно. Скорее пробуйте, пока не растаяло. Девчонки, мороженое выглядит симпатично. Кто начнет? Мэри, давай ты. Надеюсь, что оно будет вкусным. Воняет ужасно. Уберем все лишнее и попробуем мороженое. Фу, оно на вкус не лучше, чем на запах. Что ты смеешься, Джейн? О, точно, жвачка. Сейчас заедим этот ужасный вкус. Ого, смотри, какой у меня пузырь получается. Ой, лопнул. Я ничего не вижу. Мэри, ты такая смешная. Джейн, интересно, а что у тебя за рожок? Сейчас попробуем, но очень страшно. Выглядит классно. Мои любимые шоколадные конфетки. Было вкусно. Что это? Что было в моем рожке? Какой кошмар. Последняя порция мороженого. Добавляем шарик вкусного сливочного мороженого. Бландер. И лук. Хочу мороженое с луком. И для сладкой жизни банку нутеллы. Пойдет. Запускаем. Вроде бы готово. Пахнет. Грустненько. Заливаем в аппарат. Набираем рожок. И посыпаем мармеладными мишками. Готово. Идеальный рожок. Идем дальше. А дальше хочется сделать сорбетом. Закидываем в блендер. Что из этого добавить? Это или это? А может быть... Да, тебя. Заливаем колу. Ммм, должно быть вкусно. Ну и кетчупа можно добавить. Я честно, совсем чуть-чуть. Запускаем машину. Перемешиваем. Готово. Заливаем в аппарат. Наполняем рожок. И посыпаем маршмеллоу. Добавим немного куриных пальчиков. Ха-ха-ха. Какая милота. Девчонки, мороженое выглядит акпадно. Скорее пробуйте. Хочется знать вашу реакцию. Мэри, подожди. Теперь первая будет Джейн. Какое красивое. Но как оно воняет. Начнем с приятного. С мармеладок. Они, как обычно, вкусные. Теперь перехожу к мороженому. Ой, тут так много лука, что мне хочется плакать. Я ненавижу лук. Кто добавляет его в мороженое? Кажется, оно вырывается обратно. Мороженое передает тебе привет, Мэри. Какой отвратительный привет. Надеюсь, что у меня будет вкуснее. Это еще что такое? Чьи-то пальцы? Оно тоже невкусное. Нужно попробовать и узнать. Ужасно. Может, мороженое лучше? Кошмар. Спасибо, Джейн, за помощь. С нами. Девчонки, так интересно, что ждет нас в этом раунде. Думаю, вам очень понравится. Вы получите целую кучу живых тараканов. Только посмотрите, какие они милые. А, какая гадость. Мне жаль, но вам все равно придется рисовать. И делать это вы будете с помощью маленьких наперстков в виде ручек. С их помощью рисовать будет очень удобно. Непривычно, но вам понравится. А время уже пошло. Тараканов я, конечно, получать не хочу. Но продемонстрировать свои навыки рисования все равно нужно. Думаю, у меня получится очень красиво. Да уж, надеюсь. Потому что иначе мне будет не у кого срисовывать. Вот блин, карандаш сломался. И чем же мне теперь рисовать? Точно, у меня же есть точилка. Надеюсь, она меня выручит. Красота. Теперь я снова могу рисовать. А что происходит с точилкой? О, нет. Теперь я вся в опилках. Зато карандаш получилось наточить. Теперь осталось только сдуть все опилки с бумаги, чтобы поскорее приступить к рисованию. Готово. Эй, ты что себе позволяешь? Я теперь вся в опилках. Не переживай, я помогу от них избавиться. Спасибо огромное. Очень мило с твоей стороны. Конечно, после такого я не стану на тебя обижаться. Да что ж такое? Откуда бумага? Джули, может, хватит кидаться? Да что? Какая наглость. Как ты не понимаешь, что ты мешаешь мне рисовать? Я не могу постоянно отвлекаться. Хорошо, хорошо, я уберу весь флюцер. Ого, какой красивый у тебя рисунок. Пожалуй, я его прихвачу. Эй, а где рисунок? Скоро уже конец челленджа. И ты абсолютно права. Челлендж закончился. Пора показывать, что вы успели нарисовать. Вита, ты могла и лучше. Дизлайк. Мила, а где твоя работа? Нет, так не пойдет. Ты точно не выиграешь. Джули, а вот ты меня порадовала. Мне нравится твой рисунок. Потому что он мой. Стоп. Девчонки, хватит ругаться. Да что у вас произошло? Хотя, я не желаю разбираться в ваших проблемах. У меня и своих хватает. Мила, ты получаешь тараканов. Нужно было лучше стараться. А, какой ужас, я же старалась. Ничего себе, я никогда не видела столько тараканов сразу. А что это там на дне лежит? Кажется, что-то блестящее. Ничего себе, это же кольцо с настоящим бриллиантом. Вот это да, как же мне повезло. Да уж такая красота. Девчонки, в этот раз вас ждет еще более необычный приз. Вы любите морепродукты? Потому что кому-то из вас достанется этот склизкий, но очень милый осьминог. Да вы издеваетесь. Фу. А рисовать вы будете вот такими красками на стекле. Надеюсь, вы справитесь. Ваша минута уже пошла. В детстве я часто рисовала такими красками. Так что я просто обязана победить. Блин, выглядит как просто пятно. Нужно его стереть. Да уж, как можно так запороть работу? Вот я сейчас нарисую нечто правда крутое. Может, наш приз это очень страшный осьминог, но даже его можно нарисовать милым и красивым. По-моему, получается здорово. Полностью согласна с милой. К тому же, чем лучше нарисованный осьминог, тем меньше шансов получить настоящего. У меня закончилась синяя краска. Надеюсь, Мила не будет против, если я позаимствую ее. Эй, что-то я не поняла. А у меня разрешение спросить. Посмотрим, как тебе понравится, когда эта бутылочка с краской навсегда станет твоей. Ха-ха, вот это пранк. О нет, что это такое? И как мне ее отлепить? Ладно, для начала дорисую. Вита, а что нарисовала ты? Кажется, что-то жуткое. Какой кошмар. Говорит такое как минимум невежливо. Мне придется тебя проучить. С разбитым стеклом ты такого уж точно не скажешь. Нет, и что же теперь делать? Я не хочу осьминога. Хотя, может, мне поможет клей, который я использовала для пранка. Отличная идея. Девочки, время на исходе. Пора демонстрировать рисунки. Джули, ты умница. Получилось просто бесподобно. Вита, а вот на твоем холсте просто какой-то неописуемый ужас. К сожалению, такое не годится. Мила, от тебя я тоже ожидал большего. И где ты умудрилась разбить полотно? Я расстроен. Думаю, будет честно, если осьминога получат обе участницы, которые наплевательски отнеслись к правилам челленджа. Вита и Мила, осьминог ваш. Правильно, давайте ешьте его. А я буду смотреть на это и смеяться. Вы можете не отпираться, все равно придется слопать. Попробуем. Фу, это отвратительно. Я и не думала, что это настолько плохо. Теперь мне еще страшнее его пробовать. Да уж и правда, гадость. Джули, а ты чего смеешься? Я не позволю, чтобы надо мной смеялись. Вита, предлагаю показать Джули, кто будет смеяться последним. Поддерживаю. Джули, лови. Эй, вы что наделали? Какая мерзость. Теперь у меня щупальцы вместо волос. Как мне теперь жить? Какие же вы жестокие. Каким же будет третий раунд этого челленджа? В этот раз с призом вам повезло. Посмотрите, какой милый песик достанется кому-то из вас. А рисовать вам снова придется кое-чем необычным. Сделайте себе грим, чтобы быть похожим на этого милейшего песика. На это у вас опять есть ровно минута. Погнали. Так, я не могу проиграть. Я очень хочу подружиться с собачкой. Я тоже хочу. Так что нужно поторопиться. Да уж. Все мы хотим такого сладенького друга. Когда-то я рисовала грим собаки. Не думала, что этот навык может мне пригодиться. Ничего себе. У девочек получается очень неплохой грим. Нужно это исправить. Эй, вы что наделали? Все испортили. Прости, я не виновата. Знаешь что? Получай. Будешь знать, как мешать мне рисовать. Ах так? Тогда и ты получай. Пусть у тебя вообще все смоется. За что ты меня так не любишь? Какие же вы страшные. Теперь вы не на собак, а на призраков похожи. Только и меня не трогайте. Время вышло. Пора решать, кто станет владельцем этого песика. Вита, это ужасно. Малыш, тебе на такое смотреть нельзя. Милый ты не лучше. Твой грим, конечно, не так страшен. Но на милую собачку все равно не похоже. Джулия, вот ты молодец. Именно ты получаешь нового друга. Ура. Только посмотрите, какой он красивый. И милый. Да что вы так смотрите? Мне же нужно было как-то бороться с конкурентами. А чем это так воняет? О, нет. Милый песик отложил не очень милую лепешку. Фу, гадость. Песик достался нам, а тебе достались лишь его отходы. Справедливость восторжествовала. Девочки, в этом раунде вас ждет роскошный приз. Смотрите, какое шикарное ожерелье. И оно достанется кому-то из вас. А рисовать вы будете вот такими бутылочками, в которых находится цветной клей с блестками. Думаю, будет круто. Время пошло. Погнали. Я знаю, что стану хозяйкой этого ожерелья. Остальные девушки просто по статусу не подходят. Как вообще выдавливается этот дурацкий клей. О, нет. Все испорчено. И как мне теперь его убрать? Может, получится закрасить другим? Нет, ничего не выходит. Что же делать? Джули, не смешно. Я тебе сейчас покажу. Все-все, не трогайте меня. Я рисую. И я совершенно не знаю, как мне нарисовать ожерелье. Ну и другие не должны его получить. Мила, не обижайся, но тебе придется на себе ощутить мощность этого клея. Все идет просто идеально. Нужно только добавить пару капель красного клея. Потрясающе. Что это такое? Почему бутылка приклеилась к руке? Джули, это все ты? Я? Нет, это все Вита. Ах так. Значит, ей тоже придется узнать, насколько хорош этот клей. Но не на руке, а на лице. Вот тебе. О, нет. Мне кажется, ей идет. Помогите. Снимите с меня этот ужас. О, нет. Теперь у меня нет половины лица. Нужно вернуть брови на место. Срочно. Мила, зря ты со мной связалась. Сейчас я тебе покажу. Стоп. Время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Вита, ты снова в пролете. Ужасная работа. Ну, только не обижайся. Джулия, ты не лучше. Девочки, да что с вами стало? Вы же умеете рисовать. Мила, хорошо, что ты меня всегда радуешь. Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что приз достается Миле. Поздравляю. Надо же, какая красота. Теперь я буду самой красивой девушкой в округе. Джулия, ты тоже такое хочешь? Хочешь, я дам тебе поносить? Ну, конечно, хочешь. Но я все равно не дам. Ох, ты обманщица. Тогда оно не достанется никому. Ты что натворила? Ну вот, а я уже почувствовала себя принцессой. Оно было таким красивым. Видели бы вы свои недовольные лица. Да их никакое жерелье не исправит. Интересно, что нас ждет? Куриные ножки? Класс. Обожаю их. И главное, не забыть добавить соус. С ним будет намного вкуснее? Хотя нет. Не думаю. Какая аппетитная кукуруза. В ней точно нет никакого подвоха. Думаю, что в моей газировке тоже. Посмотрите, что у меня есть. Тогда тебе и начинать. Я не против. Странно, почему моя газировка не льется? Кажется, она не жидкая. И что же мне теперь делать? Ого! Да это же желе. Ничего себе. И я случайно попал себе в лоб. Веди себя приличнее, Джон. А еще лучше поделись с нами вкусненьким. Я согласна с Мирандой. А ну-ка, прочь. Я ничего вам не дам. Какой ты грубый. Мы это тебе припомним. Ну и пожалуйста. А сейчас не мешайте мне наслаждаться своим желе. Все, я закончил. Это было несложно. У тебя отличный аппетит. Теперь очередь, Эммы. Вообще-то я бы не хотела пробовать этот острый соус. Сделаю вид, что поливаю им курицу. А на самом деле не буду этого делать. Ну уж нет, с нами такой трюк не пройдет. Вперед, Эмма. Мамочки, от этого соуса исходит пар. Уверена, он очень острый. Ого, вы только посмотрите. Ножка на мгновение вспыхнула. Мне придется не сладко, но я должна это сделать. Просто представлю, что это обычная курица без острого соуса. Не помогло. Я говорю, помогите. Эмма, только не поворачивайся к нам. Ого, это что? Кажется, моя кукуруза как следует поджарилась. Вы ничего не забыли? Спокойно, Эмма. Все под контролем. Я тебя потушил. Вот так бы сразу. Спасибо, Джон. Ничего себе. Я спалила куриные ножки до угольков. Зато у меня теперь есть попкорн. Во всем нужно искать плюсы. Какой он хрустящий, класс. О таком я и мечтать не могла. Мы тоже хотим попробовать. Еще чего. Сейчас же уберите свои руки. Я не намерена делиться. Посмотри, Джон. Уши Миранда стали желтыми. Чего вы так на меня глазеете? Вообще-то ваши уши тоже стали цветными. Вот это да. Неожиданно. Узнаем, что нас ждет на этот раз. Красная ягодная жвачка? Это приятный сюрприз. Как же вкусно она пахнет. Жвачка маленькая, а мой арбуз просто огромный. Ребята, вижу, вам повезло. Обо мне такого точно не скажешь. Тут целая чашка живых червей. Приятного аппетита, Миранда. Открывай рот. Убери это сейчас же. Я не буду есть живых червей. У тебя нет выбора. Поэтому советую поторопиться. Спасибо. Но твой совет вряд ли сейчас поможет. От него мне совсем не легче. Просто представляю, что это что-нибудь вкусненькое. Как противно. Моя фантазия совсем не работает. Все с меня хватит. Эй, ты не можешь сдаться на полпути. Нужно довести дело до конца. Ну вот, еще один дурацкий совет. Джон, ты не помогаешь мне, а наоборот все портишь. Эти черви шевелятся у меня во рту. Я не могу это терпеть. Как ты это делаешь? С ума сойти, у нас бы не получилось. Боюсь, я буду вспоминать этот кошмар всю жизнь. Я никогда не ела ничего хуже. О нет, черви застряли в горле. Я не могу дышать. Ты выплюнула их прямо мне в лицо. Извини, это случайно вышло. Считай, что я так передала тебе ход. Спасибо, Миранда. Я уже расколол арбуз на две части. Теперь можно есть его. Какой он ароматный. Этот запах напоминает мне лето. Не хочу тебя расстраивать, Джон, но красный это мой цвет. А мякоть арбуза именно такая. Так что съем ее я, а тебе оставлю зеленые корочки. Но так же не честно, ведь арбуз достался мне. Жизнь вообще несправедливая штука. Смирись. Вот, забирай корочки. Я освободила их от мякоти. Можешь не благодарить. А, кстати, косточки мне не нужны. Я больше не хочу иметь с тобой никаких дел. Ты меня обманываешь. Эти корочки такие горькие. Я не буду их есть. Что ж, это твой выбор. Я ни на чем не настаиваю. Ребята, вы такие забавные. Я сейчас лопну от смеха. Ой, кстати, я с вами чуть не забыла про свою жвачку. А, вкусненько. Ну вот, ей опять досталось все самое вкусное. Ой, не завидуйте. Лучше посмотрите на то, какие у меня пузыри получаются. Это очень кстати. Пора поставить Эмму на место. Сейчас мы ей за все отомстим. Эй, я ничего не вижу. Кто-то лопнул мою жвачку. Красивый цвет тебе к лицу, Эмма. Ого, наши шеи окрасились. Полная готовность, погнали. Мамочки, это же краб. Какой он страшный. Я его боюсь. Пока положу на место. Ты хотя бы понимаешь, что тебе досталось. А я вообще не понимаю. Но выглядит круто. Я чувствую запах жареной картошки. Вкуснятина. Наконец-то я смогу подкрепиться. Тогда начинай, Миранда. Мы тебе уступаем. Иногда вы бываете очень милыми. Картошка такая теплая, будто только что из печи. Мне нравится. Я готова одна съесть всю тарелку. Пора бы и мне разобраться со своей едой. О, это сахарный леденец. Посмотрим, что внутри. Кажется, это шипучка. О, да. С ней леденец еще вкуснее. Хочу еще больше шипучки. Так нечестно. Всем, кроме меня, достались вкусняшки. А я должна есть этого страшного краба. Почему судьба несправедлива? Как жестко. Я чуть зубы не сломала. Меня посетила гениальная идея. Обожаю картошечку фри. Это лучшее угощение. Мне хочется еще и еще. Странно. А куда пропала моя тарелка? Я ее не чувствую, Эмма. Это ты ее забрала? Вообще-то это не я, а мой краб. Извини, я не могла его остановить. Хватит заговаривать мне зубы. Сейчас же верни картошку. Кажется, что-то намечается. Думаю, будет весело. Ладно, ладно. Забирай свою картошку обратно. А я попробую еще раз откусить кусочек краба. Что ты делаешь? Готовлю. В этот раз я не собираюсь есть его сырым. Гениально. Ты неплохо все продумала. О, нет, я обожгла палец. Как горячо. Хорошо, что у меня есть щипцы. Сейчас я с легкостью достану краба из кипящей воды. Какой он ароматный. Уверена, теперь его вкус мне понравится. Эмма, мы не знали, что ты умеешь так хорошо готовить. А можно попробовать? Конечно, нет. Даже не просите. Я приготовила этого краба, и я буду есть его сама. Все по-честному. Какой же он теперь вкусный. Тут куча мяса. Это просто великолепно. Посмотри на свой нос. Они у нас цветные. Открываем крышки. Вау, у меня пончик. Какой он аппетитный. Я так давно мечтала о десерте. Наконец-то мне удастся его съесть. Сладкий леденец, класс. А что там внутри? Скорпион? Не может быть. Конфетница? Какая она красивая. Миранда, соблюдай очередь. Я первая. Разве не видишь, что я уже ем пончик? Какой же он мягкий и сладкий. Невероятно. Я сейчас захлебну слюной. Поделись со мной, Эмма. Что ты наделал? Из-за тебя я укусила свой палец. Из-извини, я сейчас тебе помогу. Вот, наклей пластырь. Лучше ты. Пончик. Он еще никогда не был так близко ко мне. Какая вкуснятина. Не думал, что мне так повезет. Чуть пластырь не забыл. Спасибо, что помог мне. Но куда делся пончик? Джон, сказать ничего не хочешь? Хотя уже поздно, я ничего не хочу слышать. Ешь свой мерзкий леденец. Да что ты делаешь, Эмма? Это уже слишком. Кстати, леденец не такой противный, как я думал. Как ты это ешь. Да уж, я не могу это видеть. А мне нравится. Это обычная карамель, и она вкусная. О нет, я слишком увлекся. Похоже, у меня во рту скорпион. Какой кошмар, заберите его. Выкини его скорее. Фу, как же ты нас напугал. Я все. Теперь ты, Миранда. Я с удовольствием. Я давно мечтаю попробовать свои конфеты. Это была зеленая, значит, предназначалась мне. А эта красная, значит, моя. Так несправедливо. Вы забираете все мои конфеты. Придется вас получить, готовьтесь. Скоро вы получите столько конфет, сколько никогда в жизни не видели. Что ты делаешь, Миранда? Убери рогатку. Я и не подумаю. Спасайтесь, как можете. Удачи. Эмма, думаю, нам нужно ловить конфеты ртом. Это лучший выход. Ой, кажется, конфеты закончились. Нужно достать еще. Желтая конфета? Не может быть. Наконец-то я смогу ее попробовать. Как же долго я ждала этого момента. Ну и как, Миранда? Нравится? Еще бы. Кстати, наши руки стали цветными. Чур, я сниму крышку первой. Вау, мармеладный мишка. Какой же он огромный, супер. Тебе крупно повезло. Поздравляем. Ягодный мармелад мой любимый. Нужно скорее откусить кусочек. Ничего не выходит. Придется что-то придумать. Я вижу трещину. Нужно этим воспользоваться. Отлично. Теперь у меня есть огромный кусок мармелада, который будет удобно кусать. Класс. Это великолепно. Лучший мармелад на свете. Мне срочно нужна добавка. Я готова растерзать кусок голыми руками. Только бы все это съесть. В следующий раз будь, пожалуйста, поаккуратнее. Ого, Эмма. Теперь ты вся красная. Миранда, твой черед. Гора серых куриных яиц. Признаю, это совсем не то, что я ожидала увидеть. Но ничего не поделать. Приятного аппетита. Ты не можешь отказаться. Ешь. Иначе мы сами в тебя все это запихнем. Ну уж нет, я как-нибудь справлюсь. Хотя это точно будет непросто. О, какая гадость. Я не могу это проглотить. Мы же договорились, что ты съешь все. Давай я помогу. Сейчас мы приготовим яичный коктейль. Поверь, тебе даже понравится. Берем блендер побольше и разбиваем в него все яйца. Вот так. Это очень просто. Смотри, как здорово у меня получается. Эй, аккуратнее. Вся скорлупа летит в меня. Да я просто увлекся, Эмма. Что ж, пора как следует взбить наш коктейль. Готово. Налью коктейль вот в этот красивый бокал. Вау, получается настоящая бомба. Я бы и сам от такого не отказался. Спасибо, Джон. Выглядит неплохо, но интуиция мне подсказывает, что это совсем невкусно. О да, опять вкус сырых яиц. Все, я больше не могу. Зачем ты мне выплюнул все это в лицо? Это что, такая благодарность? Надеюсь, еда поможет мне прийти в себя. Хотя вряд ли. Ведь это зеленый горошек. Не люблю его. Есть, Джон. Ты сам говорил, что такие правила. Для начала нужно хотя бы банку открыть. У меня ничего не выходит, я пас. Это же проще простого, смотри. Раз-два, и все готово. Хорошо. Большое спасибо, Эмма. И что бы я без тебя делал? Наверное, не ел бы сейчас этот противный горох. Может быть, стоит дать ему шанс? О да, а это не так плохо, как я думал. Можно съесть сразу всю банку целиком. Не думала, что тебе так понравится. Вполне съедобно, но что-то со мной не так. Кажется, у меня начинаются газы. Извините, я не мог больше терпеть. Зачем ты это сделал, Джон? Мы сейчас задохнемся. Простите, наверное, это конец. Ого, сколько же тут твиксов. Разве это много? Вам вот повезло, а у меня всего лишь одна шоколадка. Эй, аккуратнее со своими фантиками. А ты не кричи на меня. А то сейчас как тебя? Бензопилой распилю. Не надо, помогите. Ладно, не орите. Она не для вас, а для моей шоколадки. Точнее, для двух шоколадок. Я и забыла, что в твиксе целых две палочки. Забыла? А ты не забыла, что шоколад летит во все стороны, когда его пилят? Вместо того, чтобы ругать меня, могли бы и порадоваться. У меня и так всего лишь одна шоколадка. У вас их вон как много. Если ты уже все доела, самое время мне приступить к моим малышам. Сначала нужно избавиться от фантиков. Я сказала, от всех фантиков. Теперь можно есть. Твиксы я очень люблю. Они всегда вкусные. Особенно, когда их так много. У меня идея. Зачем мне есть сухие, пусть и вкусные шоколадки, если можно обмакнуть их в молочко? Вы издеваетесь? Почему все летит в меня? Не бубни. Лучше посмотри, как обычное молоко быстро превращается в шоколадное. Ты такого точно ни разу не видел. Можно и поесть вкусно, и забить тоже вкусно. Ну, вижу, ты почти закончила. Значит, теперь моя очередь есть шоколадки. Осталось только фантики сдуть. Ну как? Скажите, что это круто. Но это еще не все. Пришло время затеять важную стройку. Все эти шоколадки – очень крепкий и вкусный строительный материал. А склеивать все будет нутелла. Она и по вкусу дополнит шоколадку, и идеально прилепит одну к другой. Погнали строить. Вот это да. Вы просто посмотрите, что у меня получается. Это первая в мире шоколадная башня. Да она уже выше облаков. Без лестницы никак не достроил. Я и не знал, что из меня выйдет такой шикарный строитель. Ты же понимаешь, что это наш шанс? Конечно, понимаю. Чего же мы ждем? Давай есть. Странно, а почему все трясется? Ой-ой. Помогите! Надеюсь, он там живой? Как вы посмели! Это были мои шоколадки. Хорошо, что на мне была каска. Она меня спасла. Да что же это такое? Почему мне опять не везет? У меня всего лишь один глазик. И тут я проткнула. Ну ничего, бывает. Будешь смеяться, я тебя всего испачкаю. Учти, глаз очень липкий. Ну как оно? Нравится? Хватит! Не буду тратить время, лучше поем. Поешь! А я пока сделаю очень смешной пранк. Мне понадобится обычный кетчуп. Думаю, она купится. Джулия, смотри, сейчас глаз вытащу. Что? Глаз настоящий. Убери от меня! Сейчас же! Ой, что это? Кажется, она задыхается. Нужно срочно постучать по спине. Тогда все будет окей. Какие все-таки вкусные шоколадные шарики. Как бы и ела их. Откуда тут глаз? Ужас! Кажется, глаз и правда похож на настоящий. Конечно, похож. Одно отличие. Этот глаз намного вкуснее. А еще внутри есть вкусная начинка. Начинка, говоришь? Тогда смотрите на меня. Теперь мой черед есть эти мармеладные вкусняшки. Чего-то не хватает. Еще пары глаз. Нет, мои трогать нельзя. Я и без вас с ними разберусь. Ну дай хотя бы один. Ты же друг, поделись с нами. Нечем больше делиться. Я все доел. Смотрите, пусто. Что это? Почему я так хорошо вижу? Это все от жадности. Да-да, точно-точно. Да вы издеваетесь. Почему у меня всегда так мало? А у нас много. Одна чипсинка. И ту даже поднять невозможно. Настолько она малютенькая. Зачем она под стол полезла? Как это зачем? Мне же нужно хоть как-то ее съесть. Думаю, пинцет сможет мне помочь. А вы бы лучше ели, вместо того, чтобы смеяться. Да легко. Я свою пачку быстренько съем. Вот только открой ее. Что ж такое? Почему так туго? Питер слабак. Как девчонка. Ничего я не девчонка. И вообще есть способ получше, чтобы открыть чипсы. Можно просто распилить пачку. Я же говорил. А чтобы руки не пачкать, пусть чипсы сами летят мне прямо в рот. Как же это вкусно. Вау. Ой. Да уж. Я не думала, что парни может ранить обычная пачка чипсов. Пора бы и мне есть свои вкусняшки. Как же вкусно. Просто огонь. Больно. Тебе больно, а мне вкусно. Очень. Я жив. Или нет. Какие вкусные чипсы. Я не могу остановиться. Это невозможно. Они слишком классные. Слишком. Берегись, идет обстрел. Могла бы и мне каску дать. Тут не каска нужна. Тут нужно сломать все чипсы этой обжоры. Ого. Какая же ты молодец. Идеально попала. Что это было? Помогите выбраться. Только не брокколи. Брокколи? Но почему у меня просто какое-то семечко? На вкус оно не очень. Точно. Нужно просто его посадить. Тогда я узнаю, что же из него вырастет. Хватит копать. Перестань. Вся земля летит в нас. Ой, я не специально. Весь рот в земле. Но не обижайтесь. Я просто копаю ямку для моего малыша. А пока семечко прорастает, давайте ешьте свои брокколи. Окей. Видимо, есть теперь моя очередь. Но проблема в том, что я ненавижу брокколи. После него во рту такой неприятный вкус. Да, ничего хуже я не ел. Эту гадость срочно нужно чем-нибудь запить. О, жидкость. Дай ее сюда. Я парю семечко. Смотрите. Растет. Твоя кола помогла моему цветочку вырасти. Помогла? Вообще-то теперь тебе это есть. И это не цветочек, а брокколи. Есть? Но ведь я его выращивала. Так долго. Надеюсь, он хотя бы вкусный. Нет. Видимо, плохой из меня садовник. Брокколи ужасное на вкус. Есть невозможно. Еще и все лицо землей испачкало. Хватит смеяться, Джулия. Осталась только ты. Я? Но оно же такое огромное. Я не смогу его съесть. Хотя у меня есть идея. Смотрите. Вон там в небе корабль летит. Наивные. Пока вы смотрите, я выкину все брокколи. Уж слишком оно неприятное. Значит, решила обмануть нас. Как же хорошо, что у меня тут есть специальная миска. Ой, как мне невкусно. Смотрите, я все съела. Было ужасно. Ужасно тебе только будет. Вот все, что ты выбрасывала. Скажи мне спасибо, я поймал. Я так не хотела это есть. Но, видимо, придется. Скиттлс. Класс. Но я хотел бы побольше. А, у Джулии опять меньше всех. Не просто меньше. У меня всего лишь одна конфетка. Но вы рано радуетесь. У меня уже есть гениальный план. Как я ее увеличу? Для этого мне понадобится обычный айфон. Нужно просто приблизить конфетку на камере. Круто. Теперь она больше и наверняка вкуснее. Да уж, это просто волшебно. Такая вкуснотища. Я в восторге. Питер, теперь твоя очередь есть. С удовольствием. Смотрите, сейчас все конфетки я поймаю ртом. Вы когда-нибудь видели такое? Ой, немного промазал. Немного, да ты почти ничего не поймал. Ладно, про тебя уже все забыли. Теперь я буду есть. Можно я возьму у тебя хотя бы одну конфетку? Пожалуй, желтую. Конечно, нет. Нельзя, это мои. Осталось самое сложное. Какой же цвет выбрать? Какие конфетки я буду есть первыми? Думаю, мне нужна помощь рулетки. Какой цвет достану, тот и буду есть. И начну я с зеленого. Кстати, это мой любимый цвет. Так что мне повезло. А дальше буду есть все подряд. Слишком вкусные эти конфеты. Тогда я достану капсулу. Что же там? Ого, она светится. Вот это да. Посмотрите, какая огромная конфета. Такая вкусная. Ничего себе. Там еще и внутри целая куча конфет. Тут на всю жизнь хватит. Я тоже хочу. А лотерея пропала. Поделись своими конфетами. Конечно, поделюсь. Давайте ваши руки. Я не жадный. Тут конфеток на всех хватит. Спасибо, Питер. Вау. Эннет прикупила себе новую машину. Выглядит круто. А вот и Вензды на своей новой тачке. Эй, у нее такая же машина, как у меня. Нет. Это ты купила такую же, как у меня. Девочки, давайте не будем ругаться. Ваши машины выглядят супер. Зачем же гадать, кто купил первый? Оу. Видимо, начинается челлендж. Ля-ля-ля. Моя радужная посылка пришла. Что она задумала? Это что, украшение для машины? Именно так. У меня будет радужная машина-единорог. Какой же чудесный мягкий радужный коврик. Важно обклеить ковром всю машину. Вот так моя машина будет точно круче, чем у Венздей. На колесах будет радуга, а на капоте рок. Ого. Эннет, твоя машина выглядит просто потрясно. Венздей, как тебе? Мне? Даже комментировать не буду, это радужное безумие. Но у меня есть идея. Я тоже задекорирую машину в своем стиле. Осталось только заказать все самое нужное. Курьер уже прибыл и так быстро. А с ним точно все хорошо, он какой-то бледный. Да, это Квентин и он работает на графа Дракулу. Спасибо. Так, посмотрим. Черный баллончик хороший вариант, чтобы быстро покрасить машину в мой любимый цвет. Все-таки этот белый смотрится просто ужасно. Совсем другое дело. Мне, конечно же, нужны аксессуары. Хочу машину вампира. И не забудем про самое важное. Зубы и клыки. Теперь машина выглядит устрашающей. То, что нужно. Ой, а это что за мрак такой? Машина Венздей в новом стиле? Кажется, ни Венздей, ни Эннет не намерены мириться. Эннет, ты снова что-то заказала? Да, тут по мелочи для интерьера машины. А то внутри как-то скучновато. Я только накину радужные коврики на сиденья. Мамочки, какие же они мягкие и яркие. И на заднее сиденье тоже. Ведь у меня много друзей, которые обычно сидят сзади. Думаю, им понравится. Руль я тоже украшу чехлом, чтобы все было в одном стиле. А вообще радужных украшений много не бывает. Здесь у меня будет сидеть мой любимый Хаги-Ваги. Здесь я размещу радугу. А сзади будут отдыхать мои милые радужные игрушки. Осталось совсем немного, и моя машина будет полностью готова. Вау, Эннет, интерьер твоей машины выглядит просто отпадно. Я это так просто не оставлю. А почему бы и мне не сделать дизайн салона только намного круче? У меня как раз завалялся черный ковер. Вот это я понимаю красота. Положим побольше черных подушечек для любимого Хаги-Ваги. Не забудем про чехол на руль. О, да. Я уже предвкушаю, как буду разъезжать по дорогам. Сюда я наклею летучих мышей и паутину. А здесь у меня будет висеть мой друг. Кстати, его зовут Джек, и он забавный. Подарки от родителей размещу на приборной панели. Готово. Что может быть лучше? Венздей, у меня мурашки по коже от этого интерьера. А это еще один твой друг? Да, это Боб, и он немного схуднул. Ой, у нас что, Хэллоуин? Мой друг передает привет. Какой ужас! Нужно спрятаться поскорее! Венздей, ты что-то чинишь? Вещь, подай-ка мне ключ. Давай же. А можно поторопиться? Спасибо. Венздей, ну расскажи, что ты делаешь? Мы же все умираем от любопытства. О, Эннет, привет, как ты? У нас тут Венздей что-то мастерит, но мы пока не знаем, что не рассказывает. Наберитесь терпения, сейчас я все расскажу. Вещь-ключ. Эй, а где вещь? Я тебя найду, ленивец, лишь бы не работать. Один раз попросила помочь, и то убежал. Ну, где же ты, негодник? Я не буду ругаться, обещаю. Только немного разозлюсь. Выходи, я сказала. Он что, в ад провалился? Его нигде нет. Вещь я отправлю тебя к родителям. Ой. А что это за очередь посередине улицы? Интересно, зачем же они стоят? Эннет, что здесь происходит? Привет, Венздей. Мы с вещью открыли салон красоты в багажнике. Как тебе? Вы сделали что? Вещь, ты безнадежен. Так, давно я не стригла свои кустовые розы в багажнике. Думаю, что пора заняться этим, пока у меня есть свободное время. Мои розы так прекрасно пахнут. Вот это красота. Ну, а теперь время погладить моего любимого кролика. Ой, напугала. Смотри, какой хороший. Хороший? Да он же милый. И к тому же белый. Фу. Пойдем посмотрим, что есть у меня. С радостью. Ура, вечеринка у Венздей. Ну, показывай. Подожди. Сначала закрой глаза. Без проблем. У меня как раз есть радужный шарфик. Я просто обожаю сюрпризы. Ой, Эннет, боюсь, тебе такой сюрприз не понравится. Все выглядит очень страшно и довольно мерзко. Хотя это же багажник Венздей, поэтому вполне ожидаемо. Эннет, держись, будет страшно. Остается надеяться, что если уж не змеи, то хотя бы крыски тебе приглянутся. Ой, что это здесь? Такое мягкое. Как интересно. Венздей, сюрпризы я очень-очень люблю, поэтому не подсказывай. Ой, а это что? Я могла бы подумать, что это змея, но откуда же им тут взяться, да, Венздей? О, нет, это и правда змея. А еще и крысы. Как ты могла, Венздей? Да, Венздей, это было чересчур. Ура, Венздей сейчас будет играть на своей виолончели. Давно хотела послушать. Это что за ужас льется мне в уши? Выключите. Только Эннет может слушать эту музыку для пыток. Я такое даже злейшему врагу не включу. Хорошо, что я купила новые колонки себе в багажник. Боб, давай покажем, что такое настоящая музыка. Ого, у нас что, музыкальный батл? Интересно, чем же ответит Эннет? Что? Я думала, это кошки под окном орут, а это Венздей со своей виолончелью. Ты распугала моих подруг. А это еще что? Вещь. Это ты что ли, диджей? Вообще-то я воспитывала тебя на классических симфониях. А по-моему, звучит здорово. Даже танцевать охота. Давай, Венздей! Ну ладно, признаюсь, немного вкуса в этой мелодии есть. Танцевать под нее и правда круто. Девчонки, как же здорово, что вы помирились. Музыка всех сплотила. Вещь, ты гениальный диджей. Моника, ты первая крутишь колесо. Ну уж нет. Кактус я не хочу. А вот от сливок я бы не отказалась. Так нельзя. Кактус, значит кактус. Не повезло тебе. Но не переживай. Значит повезет мне. И ты будешь за меня радоваться. Посмотрим. Ну, я же говорила, нет ничего вкуснее, чем жвачка Хуба-Буба. Особенно, когда их целая куча. Хочется поскорее достать их из коробочек и украсить ими тортик. Думаю, это будет нечто вкусное и очень красивое. Ассо! Пока что у меня получается самый яркий торт из всех, что мне приходилось видеть. И это еще не все. А из оставшейся жвачки я могу сделать сердечко. Красота! Моника, как тебе? Мне кажется, это очень мило. Пора попробовать. О, да! Это очень вкусно! Такой тортик хочется съесть целиком. А можно я хотя бы сердечко попробую? Нет, я его тоже сама съем. Хочешь увидеть самый большой пузырь в твоей жизни? Ты не захотела со мной делиться? А я не хочу смотреть на твой пузырь. Получай! Что? Как ты посмела? У меня теперь все лицо липкое. Хватит смеяться. Лучше ешь свой торт с кактусом. А как же мне его есть? Кактус колючий. Точно. Если избавиться от иголок, то и кактус не доставит серьезных проблем. Но маникюрных ножниц явно будет маловато. А эти слишком большие. Думаю, вот такие кусачки идеально подойдут. Как же это скучно. Готово. Теперь осталось только одно. Натереть кактус на мой торт. О, да, я здесь-здесь. Смотри, что я придумала. Это выглядит очень мило. Хватит уже болтать. Пора есть. Надеюсь, на вкус это так же приятно, как и на вид. О, нет. Я будто торт со вкусом травы ем. Гадость. Приятного аппетита. Я хочу первый крутить колесо. Да вы издеваетесь. Я ненавижу мидии. Почему мне так не везет? Потому что везет мне. И мне достались сливки. Прямо сейчас вылью их на тортик, чтобы сделать его еще вкуснее. Нечем он есть. Главное, хорошенько взболтать. Готово. А теперь можно и полакомиться. Дедушка Мороз, ты что тут делаешь? Новый год еще не скоро. Очень смешно. Ты просто мне завидуешь. У меня есть еще целый тортик, политый сладкими сливками. О, объедение. Я бы от такого, конечно, не отказалась. Тебя тоже ждет торт. Правда, с мидиями. Фу, они такие противные. Ай, и такие жесткие. Ну вот, из-за них я лишилась зуба. После такого я больше вообще их трогать не буду. Ты просто не умеешь их чистить. Есть ракушки тебе и не придется. Главное, это то, что внутри. Смотри, какая вкуснотища. А теперь украшай этим свой тортик. Ну и вонище. И мне придется их есть? Ну, конечно. И как только у меня рука поднялась, как можно портить такой вкусный торт этим? Меня от одного только вида сейчас вырвет. А вот меня сейчас реально стошнит. Ничего себе. Жемчужина. Сьюзи, отстань. Это же я открыла мидия, так что она моя. А ну отдай, это были мои мидии. И жемчужина тоже моя. О, нет. И где она теперь? Я должна найти ее первой. Почему ты? Я ее найду, она моя. Да что ж такое-то? Ничего нет. Пусто. Видимо, мы зря измазались в мидиях и в торте. На этот раз моя очередь первой крутить колесо. А вот и нет. Моя очередь, не обманывай. О, да. Я мечтала, чтобы мне попались эти зефирные палочки. С ними торт заиграет новыми вкусами. А еще из них получаются прикольные косички. Ничего прикольного. Посмотрим, что ждет меня. Сегодня явно не мой день. В этот раз мне выпала целая куча дошираков. Да-да, которыми тебе придется украсить торт. Ну, чего же ты ждешь? Приступай. Окей. Ладно, ничего не поделать. Готово. Еще никогда я не пробовала такого странного сочетания вкусов. О, нет! Да уж, это гадко. Какой противный хруст! Нужно поскорее заткнуть уши. У меня появилась идея. Если облить мой торт кипятком, то лапша станет куда более мягкой и приятной. Красотища! Теперь у меня есть неплохое блюдо, чтобы пообедать. У-ху! Мне нравится! Пока Моника давится дошираком, который прилип к торту, я украшу свой тортик зефирками. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Вот это я понимаю, красота! КОНЕЦ! КОНЕЦ! Даже не мечтай! Ты же сказала, что обедаешь, вот и обедай! Думаю, Сьюзи не обидится, если я позаимствую одну косичку себе. КОНЕЦ! Не жадничай! КОНЕЦ! Отпусти немедленно! КОНЕЦ! КОНЕЦ! Ты что наделала? Я чуть не ударилась! Но это был самый вкусный удар в моей жизни! Давай на цуэфа, кто первый крутит. Ура, я победила! Перец? Нет! Моника, ты заразила меня своим неведением! Надеюсь, хоть в этот раз повезет мне! Ну, наконец-то! Я так рада, что смогу съесть свой торт и не поморщиться! Вот бы поскорее украсить его этими аппетитными мармеладными глазами! Да! Нужно вывалить на торт все! Красота! Ну, наконец-то! Меня ждет нечто очень-очень вкусное! Нет, Сьюзи, тебя я кормить не стану! Слопаю все сама! О, да! Объедение! Моника, ты думаешь, что я не смогу забрать себе хотя бы один глаз? Ну вот, жадина! Как же долго я этого ждала! Наконец-то я с удовольствием съем целый торт! Вот это скорость! А последний мармеладный глаз я съем необычным способом! Ай, немного не получилось! Зато у меня получилось его украсть! О, они и правда вкусные! Воришка! Тебе, кстати, пора есть свои перцы! Ну нет, мне на них даже смотреть страшно! Надеюсь, я не сгорю изнутри! Давай я тебе помогу! Вот тебе нож! Скорее режь этого огненного монстра! Что ж... Погнали! О, я сделала один вкус, но уже чувствую, как огонь распространяется по всему телу! Этого мало, тортик нужно доесть! Я и не знала, что ты такая жестокая! О, нет! Огонь это уже слишком! Пора спасать Сьюзи! Фух, стало гораздо легче! Спасибо, Моника! Чего вы ждете? Я голодная! Мы ждем твоих указаний! Я хочу, чтобы в первом раунде вы приготовили пасту! Пасту? Ладно! Хорошо! Бабуля, просыпайся! Внучка хочет лапшу! Лапшу? Запросто! Я уже варила ей спагетти! Так что ничего трудного в этом нет! Все по классическому рецепту! Лапши! Извините! Это все мука! Ничего страшного! Еще раз извините! Я хочу самостоятельно приготовить спагетти! После муки в ход пойдут яйца! Ими даже жонглировать умею! Ой, ой! Стойте! И снова меня простите! Мне всегда казалось, что из-за меня неплохой жонглер! Что ж, тогда тесто готово! Нужно разделить его на небольшие шарики и раскрасить каждый в определенный цвет! После, с помощью специальной машинки, я нарежу тесто на сами лапшички! Для этого нужно просто аккуратно прокрутить тесто в этой самой машинке! По-моему, получается очень круто! А главное, оригинально! У всех будет просто лапша, а у меня спагетти в виде цветочков! Бабуля, как ваши успехи! Все отлично! Внучка всегда любила обычные спагетти с кетчупом! Так почему же мне не предложить ей именно их? Уэнсдей, как у тебя дела? Вещь, мне нужна твоя помощь! Я не хочу, чтобы моя лапша была похожа на классическую! Для меня она слишком светлая! Если добавить немного черного красителя, будет самое то! Кетчуп я тоже добавлю, он будет в роли крови! Кстати, дополнительно я засуну мармеладные глаза, чтобы они дополнили композицию! Малышка, ты готова пробовать и выбирать победителя? Даже не знаю, с чего начать! Пожалуй, первым делом попробую классическую бабушкину лапшу! Я с самого детства ее просто обожаю! Думаю, в этот раз ничего не изменится! Как я и думала, вкусно и просто! Дальше в ход пойдет лапша от Эннет! Получилось, конечно, нереально красиво и очень мило! Это настоящее произведение искусства! Его даже есть не хочется! Эннет еще и добавила дополнительных макарошек! Похожих на клыки вампира! У-у-у, страшно! Эти макароны несваренные, сухие! Их нереально есть! Осталась лапша от Уэнсдей! Подача не хуже, чем у Эннет! В стиле Уэнсдей! Первым делом я хочу попробовать глазик! Он что, мармеладный? Обожаю такие! Уэнсдей, как ты поняла, что мармелад так круто сочетается с лапшой? Это же просто нереально круто! Такую вкусную лапшу я доем целиком! Даже капельки соуса на тарелке не оставлю! Думаю, победитель очевиден! Лучшую лапшу приготовила Уэнсдей! Как так? Я же тоже старалась! Уэнсдей убери сейчас же! Хватит пугать пожилую женщину! Малышка, ты уже готова дать нам новое задание? Да, хочу коктейль! Можете сделать? Запросто! Будет в лучшем виде! Для тебя, внученька, все что угодно! Коктейли я делать умею! И сейчас я сделаю такое, что ты его никогда в жизни не забудешь! Основой для коктейля станет обычный спрайт! Его нужно залить в бокал такой вот необычной формы! Теперь внутрь нужно капнуть секретный ингредиент, который придаст спрайту нужный цвет! Он станет зеленым! Вещь! Сейчас же сбегай, Кэннет, и принеси мне сливки! Это еще что за дьявольская рука? А ну, прочь! Бабуля, не надо обижать моего помощника! Вещь делает только то, что я говорю! Сливки мне нужны для того, чтобы вылить их на коктейль, а сверху положить мармеладных глазиков! Признаюсь, мармеладные глаза – это моя любимая сладость! Она и выглядит круто, и еще нереально вкусная! Красный сиропчик тоже не помешает! Чего же я жду? Мне тоже пора готовить коктейль! Начну с мармеладных конфеток! Для начала нужно их разделить по цветам! Готово! Теперь их нужно слоями выложить в высокий бокал! Только посмотрите, какая красота получается! Феном эти мармеладки нужно растопить, чтобы они превратились в однородную массу! И последний шаг – взбитые сливки! Они всегда придают напиткам какой-то более презентабельный вид! Небольшая мармеладка – лишней тоже не будет! Прелесть! Девочки, вы сделали красивые и вкусные коктейли! Только вот вы совсем не подумали о здоровье моей внученьки! Я сделаю коктейль, который будет в первую очередь полезным! Он будет состоять из разных овощей, которые я запихаю в этот блендер! И чем больше войдет, тем лучше! Осталось только прокрутить овощи в блендере! Готово! О, как пахнет-то! Ужасно! Это точно! Да ладно вам! Зато внучка оценит мою заботу о ее здоровье! Самое время выбирать победителя, внученька! На вид все коктейли очень даже ничего! Наиболее обычным выглядит коктейль бабушки! Так что с него я начну! Фу, какая мерзкая ветка! Надеюсь, он на вкус ничего! Гадость, гадость! Бабушка, это пить невозможно! Следующим по счету будет коктейль от Эннет! Он выглядит куда вкуснее! Обожаю сливки! Их тут так много! Твой коктейль нужно не пить, а ложкой есть! Все-таки нельзя упустить ни грамма вкуснейших взбитых сливок! Сливки кончились! Можно доставать трубочку! Странно, почему коктейль такой густой? Его же невозможно пить! А как я могу отдать победу коктейлю, который я даже не попробовала? Нет уж, это точно мимо! Вэнсдей, вся надежда на тебя! Буду сразу пробовать! Ммм, наконец-то вкуснятина! Я бы с радостью пила этот коктейль на постоянной основе, потому что он и правда очень вкусный! Сейчас я просто не могу остановиться! Какая вкуснота! И кто победитель? Это же очевидно! Уэнсдей! Она сделала очень крутой коктейль! Внученька, какое задание сейчас в этом раунде? Бабуля, все очень просто! Сделайте для меня салатик! Хочется чего-нибудь легкого! Салатик так салатик! Будет сделано! Через пару минут будет готово! Будет тебе салат! У меня как раз только что поспели листья для салата! Пусть именно они составляют основу салатика! Дальше в ход пойдет сыр и сухари! Видимо, даже я знаю рецепт этого вашего цезаря! Нельзя забывать и про сочные помидорки! Они будут украшением салата! У меня все готово! Отлично! Я придумала, как сделать салат не просто вкусным, но и красивым! Я снова вернусь к теме цветов и сделаю из овощей небольшие, но очень милые цветочки! У меня есть подходящие формочки! По-моему, это отличная идея, потому что выглядит как настоящий букетик! А это еще и вкуснейший салат! Какие цветы! Это же скучно! Салату не хватает чего-то темного! Хотя бы листьев базилика! Я в восторге от этого черепа, так что он тоже будет стоять на тарелке! Именно на этот череп я налеплю другие ингредиенты! Сыр и ветчину! Теперь нужно залить все это дело кетчупом и вставить два глаза! Череп стал выглядеть куда более интересно! Какой ужас! Увидела бы такой ночью, упала бы со страху! Но решать все равно не мне, а нашей малышке! Ура! Наконец-то вкусная еда! Ой, Уэнс, да и что ты приготовила! Какой ужас! Никогда не видела таких страшных салатов! Его не то что есть! К нему прикасаться жутко! Посмотрим, чем меня удивит бабушка! На Цезарь ее салат и правда очень похож! Вот такой салатик я готова есть постоянно! Даже останавливаться не хочу! Хочу поскорее опустошить тарелку! Вот тут и правда вкусно и полезно! Буду теперь нереально сильной! А теперь попробую цветочки оценить! Фу, невкусно! Это просто овощи! Бабушкин салат побеждает! Бабуля, не отвлекайся! Малышка готова дать задание! Хочу на десерт пончик! Будет тебе пончик! Я тоже такие люблю! Значит и приготовить смогу! Представляю, какие скучные у них получатся пончики! Это еще почему! Главное, чтобы они были вкусными! На пончики все-таки не смотреть собираются! Я опять сделаю что-нибудь яркое! Точнее, каждый мой пончик будет своего цвета! Обычно людям такой подход нравится! Это что было? Не подходите ко мне! Не отвлекайте меня от выпекания! Мои пончики вот-вот будут готовы! Часть работы сделана! Пришло время украшать! Конечно, куда без красного клубничного сиропа! Он же и правда похож на кровь! Но это еще не все! С помощью белой глазури я нарисую узор в виде паутинки! Будто эти пончики я из паучьего гнезда достала! Вещь! Мне нужна нутелла! Принеси! Давай! Молодец! Без тебя я бы так и не сделала летающих мышей! Смотрите, как круто! Голова этой мышки ни к чему! У меня получились настоящие красивые пончики! Необычно! Я вот не хочу сильно украшать пончики! Чтобы вкус был более интересным! Я просто посыплю пончики сахарной пудрой! Ее все вокруг любят! Моя внучка будет довольна! Мои цветные пончики тоже готовы! Они такие красивые! С ними теперь даже фотографии делать можно! Круто же! Но это еще не все! Таким пончиком идеально подойдет цветная посыпка! Нужно только ее открыть! Ой! Теперь весь язык в конфетах! Но ничего! Малышка, уже пора выбирать победителя! Интересно! Уэнсдэ опять делала что-то необычное! Даже летучие мыши выглядят вкусными! Неплохо! Но, признаться, я ожидала большего! Следующими в ход пойдут пончики от моей бабушки! Прежде чем их съесть, я хочу собрать небольшую башню! Так и есть будет удобнее! Обычные пончики! Вкусные, но ничего особенного в них нет! Посмотрим, чем угостит меня Эннет! Ее пончики больше всего похожи на те самые, которые я так люблю! Это нереально вкусно! Эннет! Тут все очевидно! Твои пончики лучшие! Питер, ты начинаешь! Да я не против! Ну вот, мне досталось одно зернышко попкорна! Это так печально! Хватит смеяться! Лучше посмотрите, что у вас! У меня небольшое ведерко! Выглядит аппетитно! Осталось только ты, Вивиан! Как много попкорна! Да тут целая гора! Я никогда такого не видела! Хватит глазеть на мой попкорн! Ешьте лучше свой! Боюсь, с этим мы справимся очень быстро! Но это не помешает мне насладиться моментом! Нужно получать удовольствие от каждого мгновения! Что ты делаешь, Питер? Показываю вам, что такое хорошие манеры! Знаю, вы с ними плохо знакомы! Так что смотрите и учитесь! Мне понадобится вилка и нож! С их помощью я могу аккуратно разрезать попкорн на несколько частей! О, какой изысканный вкус! Просто великолепно! А ты не мог бы немного поторопиться? Да все, я уже закончил! Не стоило меня так сильно подгонять! Ой, извините, это газы! И куда пропали твои все хорошие манеры? Фу, я не такая, как ты! Мне все эти глупости ни к чему! Я просто возьму и съем свой вкусный попкорн! Боже, какой он хрустящий! Не хватает только хорошего фильма! Ого! Неужели я все съела? Так быстро! Я даже не заметила! Что ж, осталось всего одно зернышко! Пора покончить с ним! Это мой шанс! Я не могу его упустить! Что ты сделал, Питер? Так нечестно! Это же мой попкорн! Ну, я не смог удержаться! Он был так близко ко мне! Давай, Вивиан, теперь ты! Вкуснятина! Как же мне повезло! Я даже мечтать о таком не могла! Сейчас же уберите свои руки от моей еды! Она укусила меня за палец! Какой кошмар! Теперь он весь красный! Думаю, нам нужно объединить свои усилия! Иначе попкорна не видать! Давай возьмем пылесос и подберемся как можно ближе! Включай, Мэри! Я готов! Процесс пошел! У нас все получается! Скоро мы заберем себе весь попкорн! Как же мне это нравится! Обожаю воплощать в жизнь коварные планы! Ничего не понимаю! Куда пропадает мой попкорн? Питер, выключи пылесос немедленно! Это не честно! Вы украли мой попкорн! Вивиан, послушай! У меня уже голова болит от твоих криков! Забирай свой попкорн! Отлично, что мы вывели ее из игры! Теперь нам никто не помешает! Нужно скорее попробовать! Класс! Очень вкусно! Мы не зря старались! В этот раз я готова открыть тарелку первой! Вау, это же пачка жвачки! Класс! Я ее очень люблю! Не стоит медлить! Я хочу полакомиться ей! Прямо здесь и сейчас! Сразу несколько жвачек! Класс! Это меня вполне устраивает! Класс! Тебе улыбнулась удача? Это точно! Не торопись, Вивиан! Сначала мы должны убрать клоши! Вау, такого я точно не ожидала! Тут очень много жвачек! Целая сладкая стена! Да уж, как ты умело с ними справляешься! Но еще рано их открывать! Извините, я совсем забыла, что Питер не проверил свою порцию! Зато у меня получилось очень здорово! Теперь посмотрим, что у меня! Ничего себе! Как все это уместилось под крышку! Ума не приложу! У меня пропал дар речи! С какой стороны не посмотреть? Просто класс! Нужно скорее избавиться от всего лишнего! Просто сдую обертки! Вот так! Это было легко! И как же мне хочется попробовать! Эй, руки прочь! Я не собираюсь ни с кем делиться! Ну и жадина! Я обиделась! Сиди и жди, пока я съем свои жвачки! Какие они мягкие! Класс! Не буду никуда торопиться! Попробую надуть большой пузырь! Интересно, что из этого выйдет? Пока у тебя получается не очень! С ней что-то не так! Она совсем не надувается! О, но я придумала, что можно сделать! Мне нужен насос! Вот, получается! Смотрите! Это совсем другое дело! Мой план работает! Какой красивый шарик! Надену его на палочку и оставлю себе на память! Выглядит очень здорово! Я бы хотела шарик Виллиан! Но она точно не захочет мне его подарить! Что ж, придется вмешаться! Главное, прицелиться получше! О нет! Что с моим шариком? Почему он лопнул? Извини, Виллиан! Хотела немного повеселиться! Ничего смешного! Лучше бы ты ела свою жвачку! Этим я прямо сейчас и займусь! Она такая вкусная! Невозможно оторваться! Пришел мой черед надувать шары! Это только начало! Мне нужно немного разогреться! Посмотри, Виллиан! Как ей это удается! Пришла моя очередь вмешаться в смэри! Я ничего не забыла! Шар за шар! Что случилось? Я ничего не вижу! Почему мое лицо залеплено жвачкой? У тебя очень идет этот цвет! О нет, моя жвачка! Она испорчена! А вместе с ней и мои брови! Какой кошмар! Нужно срочно приклеить их обратно! Смотрится как-то не очень! Ух, у меня получилось! Я вернула себе прежние брови! Питер, твоя очередь есть! Как же я ждал этого момента! Руки сами тянутся к жвачке! И я не могу их сдержать! Ты зачем? Ведь это мое! Ого! Жвачки так много, что она едва помещается у меня во рту! Боюсь, это может плохо кончиться! Да не дрейфь, Вивиан! Все под контролем! Посмотри, какой шар у меня получается! Просто класс! Остановись, Питер! Шар сейчас лопнет! Вивиан, лучше спрятаться! Ты была права, Мэри! Получился настоящий взрыв! Помогите мне встать! Я что-то прилип! Ты похож на паука, который запутался в паутине! Теперь я первый! Ого! Печенье с молоком? Но почему так мало? Мне это совсем не нравится! Вивиан, открывай ты! Окей! У меня порция побольше! Круто! Это не может не радовать! Обожаю печенье с молоком! Тогда получается, что у Мэри гигантская порция! Поднимай крышку скорее! Тут сразу 100 печенек и огромный стакан молока в придачу! Я бы хотел оказаться на твоем месте, Мэри! Но придется довольствоваться малым! И скупаю печеньку в молоке! Думаю, мне понравится! Выглядит очень вкусно! О да! Класс! Пора снова принимать молочные ванны! О нет! Я уронил свою единственную печеньку! Может быть, ее еще можно достать? Боюсь, у меня ничего не выйдет! Иногда ты бываешь таким растяплый, Питер! Что ты задумал? Я выпью все молоко и тогда доберусь до своей печеньки! У тебя появились молочные усы! Это очень смешно! Ого! Они такие вкусные! Здорово! Питер, ты очень забавный! Спасибо за комплимент, Виви! Тебе пора заняться своим печеньем! Боже мой, как в нем много начинки! Это настоящий восторг! А теперь добавлю немного молока! Ну вот, я тоже уронила печенье в стакан! Хотя, может быть, все к лучшему? Посмотрите, каким стало мое молоко! Оно похоже на шоколадный коктейль! Что ты делаешь, Вивиан? Готовлю самый вкусный напиток на свете! Все компоненты в сборе! Пора как следует взбить их в шейкере! Ого! Круто придумано! А ты молодец! А теперь посмотрим, что у меня вышло! Нужно налить коктейль в красивые бокалы! Это подойдет! Выглядит очень шоколадно! Мне нравится! Добавлю трубочку и коктейльный зонтик! И можно пробовать! Это даже лучше, чем я ожидала! Невероятный вкус! Я тебе завидую! Я поняла, это лишнее мишурани к чему не приведет! Главное, это вкус! Я хочу насладиться им в полной мере прямо сейчас! Теперь ты, Мэри! Каман! Я готова, но даже не знаю, с чего начать! Тут так много печенья! Пожалуй, попробую парочку! Ммм, как вкусно! Можно и нам немного, а? Даже не мечтайте! Вы свое уже съели! О, нет! Я вранила печенье! Так тебе и надо! Ты сама виновата! Кажется, она упала прямо в мое молоко! Значит, еще не все потеряно! Сейчас наш выход, Вивиан! Пора проучить Мэри! Что вы делаете? Остановитесь! Из-за вас я вся мокрая! Кажется, у меня наконец-то получается бесконечный шоколад! Мы сможем его есть вечно! Ух ты! Кажется, в твоей жиже не хватает еще жидкости из этой пробирки! Нет! Ты все испортишь! Ничего я не испорчу! Ой, смотри! С шоколадом явно что-то не так! Он движется! Вот это да! Мы получили шоколадный взрыв! Кстати, у тебя все лицо теперь в шоколаде! Ха-ха! У тебя тоже! Странно! У меня даже мой айфон стал коричневым, как шоколадка! Слушай, так ведь это и есть шоколад! Вкусный, кстати! Правда? Этого не может быть! Дай попробую! Точно! Шоколадка-бомба! Вот это да! Смотри, это же настоящее золото! Вау! И у меня такое же! Слушай, А у кого из нас шоколад? Мой слиток пахнет очень вкусно! Так что, надеюсь, у меня! Ну, попробуй! Точно! Шоколад у меня! И никакое золото мне не нужно! Да? Может, у меня тоже шоколадка? Это нужно проверить! И как шоколадка? Понравилась? Нет! Смотри, у меня все зубы сломались! Как же мне теперь жить? Да уж, натворила ты делов! Но не переживай, у меня есть план! Никто не знает, но я на самом деле зубный врач! Открывай рот, сейчас я тебя мигом вылечу! Твои зубы мне не нужны! У меня есть идея получше! Давай сюда золото! Ух ты, спасибо тебе огромное! Не за что, я все-таки врач! Давай откроем клоши с закрытыми глазами! Так веселее! Какой же Алекс наивный! О нет, острый перец я точно есть не буду! А вот Алекс съест с удовольствием! Алекс, пора открывать! Ух ты, у меня шоколадный перец! О нет, а у меня обычный! Наверное, он очень острый! Но это уже следует узнать тебе! А пока я могу попробовать свой сладенький перчик! У меня перец из чистого шоколада! Видимо, теперь я должен попробовать свой перец! Странно, он совсем не острый! Смотри, так он с шоколадом внутри! Раз у меня шоколад! Что же внутри у тебя, Барби? А что там? Это же острый перец! Помогите! Я даже не знаю, как тебе помочь! Хотя, думаю, вода должна тебя спасти! Она горячая, так только хуже! Тогда жди, сейчас вернусь! Пока ты ходишь, я и сама справлюсь! Прыскалка мне помогла! Вот, специально для тебя я принес целое ведро молока! Закрой глаза! Нет! Я уже и без твоего молока все потушила! Супер! Поп-ит это круто! Можно тыкать и успокаиваться! Согласна! Я тоже обожаю поп-иты! Но тебе не кажется странным, что мы тыкаем в оба? Один из них должен быть шоколадным! На свой я даже откусить не могу! Смотри, на нем нарисован знак! Знак вопроса? У меня тоже есть такой на одной из кнопок! Давай нажмем! Вот это уже другое дело! Теперь у меня есть не только резиновая игрушка, но еще и шоколадная кола! Внутри, кстати, целые литры шоколада! Шоколад такой вкусный, явно молочный, а это мой любимый! У меня есть идея, как совместить шоколад и поп-ит! Поп-ит это идеальная формочка, в которую можно залить шоколад и получить прикольную плитку необычной формы! Для этого понадобится всего лишь обычная морозилка! Вот и все готово! Теперь у меня есть классный и очень вкусный шоколадный поп-ит! Дай мне его хотя бы попробовать! Вот еще! Я и без тебя с ним справлюсь! А ты сиди и завидуй тому, как мне вкусно! Жадина! Хотя, чего это я так долго сижу? У меня же тоже есть кола! Ее тоже можно залить в поп-ит и получить нечто вкусное! Главное, не забыть поставить поп-ит в морозилку! Что может получиться из обычной колы? Сейчас узнаешь! Ай, больно! Смотри, что ты сделал! Я не хотел! Я просто так торопился и хотел попробовать свой вкусный кока-кольный леденец! Он же такой вкусный! Дай мне попробовать! Конечно! Я не жадный! К тому же этот леденец слишком уж липкий! Я вместо него лучше съем твою шоколадку! Ладно, без меня ты все равно из оков леденца выбраться не сможешь! Тебе явно требуется моя помощь! По-моему, было весело! Согласна! Ну вот! Только кактуса мне не хватало! У меня тоже кактус! Наверное, они такие колючие! Ай! И правда! Очень колючие! Да? Тогда мне нужно проверить свой кактус и не уколоться! Точно! Можно же просто попробовать иголочки на вкус! Как же вкусно! Это никакая не иголочка! Это же очень вкусная печенька! И здесь такая не одна! Чур последняя моя! Ну вот! Мой кактус остался без иголочек! Но, надеюсь, он и сам по себе достаточно вкусный! Просто роскошный! Как и твои коричневые зубы! Поменьше болтай, побольше ешь! Мой кактус настоящий! Поэтому есть его не так-то просто! Хотя у меня есть крутая идея! Чтобы иголки не мешали мне есть, нужно их просто сбрить! Аккуратнее! Весь мусор летит прямо в меня! Прости, я не заметил! Теперь передо мной остался лысый кактус! Но зачем кусать его так, если можно попробовать взять из него самое вкусное сок? Фу! Это ужасно! Я хочу попробовать! Дай мне! Да хоть все выпивай! Ой! Фу! Меня сейчас тошнит! Я же предупреждал, что это очень гадко! Это худший сок из всех, что я пробовала! Ура! Новый айфон! Раз у тебя он настоящий, значит у меня шоколадный! Да, точно, он на сто процентов из шоколада! Смотри, это первый в мире гнущийся айфон! К тому же съедобный и очень вкусный! Думаешь, твой шоколадный айфон это круто? А вот и нет! Круто это когда можно сделать так, что передо мной будет появляться любая вкусняшка! Все, что я захочу, будет у меня на тарелке! А можно и мне попробовать? Нет уж, я сама хочу съесть всю эту кучу сладостей! Ой, таракана мне есть вообще не хочется! Аликс, держи, для друга мне не жалко! Спасибо тебе огромное! А-а-а! Таракан! Спасите! Фу, гадость! Это же настоящий мерзкий таракан! И теперь он у Аликса на голове! Что? Нет, я не позволю меня есть! Пошел вон! Фух, мы с ним справились! Да, а в награду у меня есть еще целая куча разных вкусняшек! Да, да! Ух ты! Барби, смотри! Это же настоящий фотоаппарат! Слушай, ощупни меня разок! Хочу классную фотку себе! Давай! Получилось очень круто! Аликс, а ты теперь мог бы сфоткать меня? Я тоже хочу классное фото! Да легко! О, Барби! Получилось очень забавно! Я бы даже сказал смешно! Смешно? Покажи! Быстро! Ну зачем ты так? Я вот тебя классно сфоткала! Ух ты! Не время печалиться! У меня тут шоколадная камера! Интересно, насколько она вкусная? Ты это видел? Она превратила очки в шоколадные! Я это не просто видел! Я эти очки еще и съем! Мне ты, видимо, даже кусочка не оставишь! Ну ничего страшного! Тогда я превращу в шоколад свои ботиночки! Это крутая идея! Супер! Теперь моя старая кроссовка стала вкусной шоколадкой! Это же так круто! Можно я хотя бы чуть-чуть откушу? Пожалуйста, умоляю! А я тебе за это свою камеру дам! Нет, нельзя! Тогда я сам украду твою камеру! Нет, ты не посмеешь! Ой, что это такое произошло? Кажется, болтливая Барби теперь не скажет мне ни слова! Я могу даже ее съесть и ничего мне за это не будет! Это так круто! И вкусно! О, что такое? О, уже утро! Пора просыпаться! Наконец-то! Настало время моего любимого осеннего праздника! Хэллоуина! Я даже костюм успел подготовить! А еще у меня есть отличная идея, как напугать Виту! Я знаю, что больше всего в жизни она боится привидений! Так что сейчас с помощью воздушного шарика я сделаю очень прикольную штуку! Класс! Здорово получается! Готово! А теперь отправляемся в комнату к Вите! Интересно, что же сейчас будет? А еще у меня есть подходящие перчатки! Ах да! Какой пранк! Без рассыпанных конфет! Остался последний штрих! Я предвкушаю, в каком она будет в восторге от этого зеленого лизуна! Ну все! Нужно не забыть залепить дверь в комнату! Да! Пусть думает, что это кирпичная стена! Доброе утро! Какой ужас! А что с моими руками? Какой кошмар! Сейчас я Алексу покажу! Ну просто обхохочешься! А это еще что такое? И как мне теперь выйти? Бе-бе-бе! Ну что, как тебе мой пранк? Ты у меня получишь! Как же мне ему отомстить? Точно! Ему понравится, когда он увидит кровавые отпечатки на полотенце! Ага, вот она красная краска! То, что нужно! О, да! Получается супер! Готово! Пусть Алекс и в душе кровавой водой помоется! Ну и конечно, без классической ужасающей надписи на зеркале не обойтись! Готово! Самое время пойти в душ! О, это что такое? Какой ужас! Помогите! Фух, может мне показалось! А это еще что такое? И здесь тоже кровь! Что? О нет! За мной кто-то наблюдает! Помогите! Ну как тебе мои пранки, Алекс? Вообще не смешно! Есть у меня идея для пранка! Для него мне понадобится коробочка хлопьев и молоко! В начале делаем все как обычно! Берем посуду! И засыпаем хлопушки! Готово! Но это еще не все! Без червей пранк не состоится! Засыпем этих маленьких ребят в упаковку из-под хлопьев! Ох, что сейчас будет! Вита, ну хватит пялиться в планшет! Лучше позавтракай! Да-да, согласна! Уже пора! Ммм, какая вкуснятина! Мать! Да, я тоже обожаю эти хлопья! Невозможно оторваться так увлекательно! Так, а где молоко? Дай сюда! Пожелай мне приятного аппетита! А, что? А, почему хлопья шевелятся? А, какой ужас! Алекс, ты совсем что ли? Это был пранк! У меня появилась одна отличная идея! Сейчас я устрою Алексу самый страшный киносеанс! Для этого мне нужно сделать специальный стол с дыркой посередине! Берем картонку! И вырезаем на ней круг! Потом покрываем все тканью! И прорезаем отверстие! Главное, чтобы в эту дырку идеально пролезала ваша голова! А еще мне понадобится ведро попкорна! Оно будет приманкой для Алекса! Представляю, как он будет рад увидеть это лицо в попкорне! Пранк начинается! О, попкорн! Круто! Еще и фильм ужасов! Вот это я понимаю, Хэллоуин! Вот это да! Ой! Кто там кусается? Это я! Я хочу тебя съесть! О, попкорн и скелет! Помогите! Я знала, что пранк обязательно сработает! На мой взгляд, это было гениально! Мне нужно придумать что-нибудь еще! Точно! Какой же Хэллоуин без тыквы! Берем нож! Отрезаем верхушку! А дальше с помощью ложки избавляемся от внутренностей! С этим закончили! А теперь нужно вырезать тыкве мордочку! И сделать ее нужно максимально выразительной! А внутрь получившейся тыквы надо засунуть свечки, чтобы ее мордочка была максимально страшной! Супер! Аккуратно расставляем свечки и прячем тыкву под кровать! Так, чисто! Ау-ау-ау! Как мне нравится! Теперь осталось только сделать кровавую дорожку до кровати, чтобы Алекс обязательно заглянул под нее! Как всегда на помощь приходит красная краска! Нужно хорошенько измазать ей подошву Кет! Кстати, краску потом отмыть тяжело, так что не повторяйте этого дома! Окей! Ну а теперь ставим кровавые следы! Осталось только дождаться Алекса! Да, вот это прикольно! Что? Куда ведут эти следы? Под мою кровать? Что это? Мамочки! Помогите! Эта тыква меня съест! Она меня съест! Какой же ты трусишка! Трусишка! Так это была ты, Вита! Не смешные у тебя пранки! Так, сейчас будет что-то интересное! Я хочу пончик! Приготовьте мне пончик! Да это легкотня! Да-да, будет сделано! Хороший выбор! Что? Они уже начали готовить? Что ж, тесто готово! Вырежем пончики специальной формой! Три штучки! Будет в самый раз! Пора разогревать сковородку! Главное выставить правильную температуру! Наливаем побольше масла! Выглядит просто! Ну ладно! Хопа! Том, не доводи бабушку до инфаркта! Да спокойно все схвачено! Упс! Что там у нас дальше? Масло! Точняк! Ну, думаю, столько будет достаточно! Теперь ждем, пока нагреется! Что? Вы уже жарите? Ну ладно, значит, я тоже положу! Раз! Два! Три! Кошмар! Масло брызгается и кусается! Том, зачем ты его так много налил? Да уж! Надо спасать мои пончики! Какой ужас! Кажется, что-то пошло не так! Мои пончики испорчены! Нет! Это провал! Не расстраивайся, дорогой! Да ну вас! А вот мои пончики почти готовы! Буду теперь их украшать! Вырежем! Тут! Так! Человек ест глазами, поэтому внешний вид – это самое главное! Все должно быть красиво! Белиссимо! Да-да, довольно неплохо! Но мои пончики все равно будут лучше и без украшения! Вот так! Какие вы молодцы! Ну а я… Я придумал! Немного сыра! Вот так! Супер! И зальем его в форму пончиков! А для украшения возьму моя любимая Читос! Немного работаем молотком! Он вообще знает, что такое пончики? Есть! Используй его в качестве обсыпки! Да! Ну-ка! Да, должно получиться здорово! Прекрасно выглядит! Но чего-то не хватает! О, бабуль! А можно я возьму у тебя это? Ну ладно, бери! Спасибо! Сковородку можно выбросить, а вот плита пригодится! Дальше мне нужна фольга! Так! Заверну мои сырные пончики и отправлю их прямиком на плиту! Осталось немного подождать! Похоже, все готово! Можно подавать! Красотища! Ну что там у вас? Ух ты! Какие классные! Такие разные! Начну с этих! Выглядит аппетитно! Здорово! Внутри еще и начинка! Это очень вкусно! Так, а что у нас здесь? Симпатичные! Попробуем! Это что, просто пончик? Как-то не очень! А что это? Ну-ка! Ух ты! Да это же сырный пончик! Это просто потрясающе! Все-таки сладкое! Я люблю больше шефа, ты победила! Да-да, я так и знала! Что ж, следующий лот – сэндвич! Без проблем! Ну уж нет, ты меня не обыграешь! Ах, ну это-то я знаю! Но я сделаю сладкий сэндвич! Мне понадобится немного нутеллы! Так! Намазываем! Готово! А дальше мне будут нужны... Маршмеллоу! Да! Идеально! Ну и, конечно же, шоколадка! А еще... Надо будет добавить радужных мармеладок! Обязательно надо добавить соус! Будет сладко и очень вкусно! А главное – красиво! Вот и готово! Немного посыпем для красоты! Готово! Я готов! Ах, давай! Кошмар! Сколько сахара! Сделаю-ка я самый обычный сэндвич! Немного ветчины, сыра... И осталось это все только поджарить! Осталось! Прекрасно! Окей. А теперь перевернем... И скоро будет готово! Никакой оригинальности! Так! Хлеб хорошенько зажарим... Перфекто! Листочек салата... Помидорки... А теперь... Сэндвичи без мяса? Что это? Мой секретный ингредиент! Улитки по-французски! Вот так-то! Какой ужас! Надо освободить этих красоток от панциря! Да мне сейчас плохо станет! Фу! Никогда не пойму эти изыски! Кошмар! Еще какие-то ракушки! Эти мидии прекрасно подойдут моему сэндвичу! Ну какая же гадость! Фу! Ужас какой! Это называется высокая кухня! Но чего-то не хватает! Точно! Сыродорблю! Он отлично сочетается с морепродуктами! Ну все! Это последняя капля! Бабуля! Не отключайся! Ну вот и готово! Какой кошмар! Ну что, вы готовы? Ух ты! Какой классный сэндвич! Начну-ка я с него! Ой! Фу! Что это тут такое? Гадость! Ужасно! О, нет! Вот этот выглядит куда более аппетитным! Попробуем! Объеденье! Я очень люблю сладкое! Очень вкусно! Так, ну и последний! Какая вкуснотища! Он просто супер! Бабуля, ты молодец! Объеденье! Поздравляю! Ура! Ура! Ну и что же там дальше? А теперь я хочу... Цезарь! Круто! Ну наконец-то! А что это? Ну начнем! Резать помидорки сложнее, чем кажется! Да что ж такое! Ну держитесь, помидоры! Я сейчас с вами так справлюсь! Эй! Что ты делаешь? Поаккуратнее, молодой человек! Это же так просто! Вот смотри! Раз и два! Раз и два! Раз и два! И все! Все нарезано! Добавляем к листьям салата! Ну куда же без корочки! Да побольше! Да побольше! Прекрасно! Замечательный салат! Ох уж эти дилетанты! У меня есть идея! Немного свежей руклы! Окей! И секретную смесь! Все в блендер! И хорошенечко взбиваем! Запускаем! Прекрасно! Вот и готово! Выпендрежница! Понадобится небольшой сотейник! Выливаем в него всю жижу! Да что она вообще такое делает? Понятия не имею! Странно! Ну ладно, неважно! Большой шприц и трубочка! И происходит магия! Колбаска с помощью молекулярной кухни! Добавим листья салата! Давай! Помидорки! Ну и конечно же курочку! Давай! Такие кусочки вполне подойдут! Также нужно добавить немного сухариков! Они всегда добавляют приятный вкус! Ну и конечно же сыр! Готово! Точно! Чуть не забыла! Надо натереть немного сыра! Вот так! Эй! Что происходит? Резать овощи так весело! Ну вот! Опять у меня ничего не получается! Придумал! У меня же есть классная жвачка! Используй ее в качестве листиков салата! Окей! Получается даже симпатично! Украшу блюдо мармеладным глазом! Добавлю маршмеллоу! И мармеладных червячков! Вот вам и весь салат! Все готово! Полная безвкусица! Дорогая, мы готовы! Хорошо! Посмотрим! Начну с этого! Что это? Ой, фу! Ну и дрянь! Однозначно нет! А тут у нас что? Ну-ка! Ну да! Обычный салат! Ничего такого! А тут? Это что-то интересное! Ух ты! А вот это очень вкусно! Этот однозначно победил! Ура! Да! Победа! У меня всего один мармеладный глаз! Это несправедливо! Ой, кажется, я его проткнула! Какая ты неуклюжая! Хватит надо мной смеяться! Получай! Так тебе и надо! Думаешь, я спущу тебе это с рук? Как бы не так! Посмотрим, понравится ли тебе мой розыгрыш! Выглядит уже устрашающе! Осталось взять глаз! Джулия! Что случилось, Питер? Неужели это твой глаз? Какой ужас! Ой! Что это? Ого! Какое точное попадание! Я подавилась! Помогите! Не могу дышать! Нужно ее спасти! Давай я ударю по спине! Какое интересное шоу! Просто класс! Что же будет дальше? Глаз? Откуда он тут взялся? Фу! Забавно вышло! Пора немного подкрепиться! Внутри вкусная начинка! Я с радостью бы съела еще не один десяток глаз! Теперь моя очередь! Возьму эти, еще эти и вот эти тоже! Какая вкуснятина! Хочу еще! Извини, но это мое! Ой, и правда очень вкусно! Мармелад так прикольно жуется! Может, все-таки поделишься с нами? Ну, пожалуйста! Поздно! У меня ничего не осталось! Ой, а это что такое? О нет! У меня появляются новые глаза! А-а-а! В этом что-то есть! Перец чили не лучший вариант! Тебе еще повезло! Вот моя порция совсем не радует! О! Итану досталось больше, чем нам! Мне совсем не хочется его пробовать! Последствия могут быть ужасными! Вроде все нормально! Наверное, я зря боялась! Ничего себе! Не думала, что он ей понравится! Я горю! Не стоило есть так много! Она раскалилась, как сковородка! Хорошо, что у меня есть вода! Хватит, Итан! Достаточно! Теперь ты, Эмма! Хоть я и люблю красный цвет, перец мне совсем не нравится! Надеюсь, он не очень острый! Ну, ничего, можно справиться! Попробую сделать это как можно быстрее! Не думаю, что это у тебя удастся! Все, я почти закончила! Еще перцы? Откуда они тут? Итан, мне кажется, это твои круг дела! Забери их! Ай, больно! Так тебе и надо, Итан! Ой, кажется, началось! Я сейчас взорвусь! Нужно заткнуть уши, нос и рот! Это не поможет! У меня есть огнетушитель! Держи, Вивиан! Спасибо, Итан! Теперь твоя очередь! Только не это! Я надеялся, что этот момент никогда не настанет! Не пытайся сбежать! Тебе придется это съесть! Хорошо, иначе вы от меня никогда не отстанете! Буду откусывать по чуть-чуть от каждого перца! Начинается! Начинается! Где это я? Ого! Кажется, он летит прямо в космос! Попробую получше его разглядеть! О, тут прикольно! Я хочу еще выше! Хорошо, что у меня остался один перец! Класс! Неудачники, у вас куча лимонов, а у меня всего один! За что мне это? Какова судьба? Давайте я начну! Как жестко не могу откусить! Похоже, придется запихнуть лимон в рот целиком! Тоже не получается! Вот проклятье! Ну все, сейчас я с ним разделаюсь! Сок лимона попал мне в глаза! Я ничего не вижу! Итан, мне некогда с этим разбираться! Я должна доесть лимон! Давай, теперь ты! Почему я? Пусть лучше Эмма! Я не готова ломать зубы! Лучше возьму нож! Да что она делает? Просто разрезаю на дольки! Так будет удобнее есть! Ну вот, получилось! Посмотрите, как красиво! Такое я не прочь попробовать! Приступим! Как кисло! Но я должна держаться! Боже, у меня все лицо перекосило! Как же я хочу, чтобы это скорее закончилось! Мне нужно поднажать! Ну вот, у меня вся тушь растеклась! Так, ну все, это был последний кусок! Возьми салфетки, Эмма! Спасибо, они как нельзя, кстати! Забери, Итан! Кстати, теперь ты! Да я и так помню! Сейчас я разделаюсь со своими лимонами! Получайте! Аккуратнее, Итан! Меч мне больше не нужен! Теперь я воспользуюсь соковыжималкой! Мне нужен только сок! Корочки явно лишние! Эй, где вы все? Неудобно вышло! Итан, аккуратнее, пожалуйста! Ты сбил нас с ног! Все готово! Осталось только перелить в стакан! Выглядит неплохо, пора пробовать! Мамочки, как кисло! То есть я хотел сказать, какая вкуснятина! Ого! Неожиданно! А можно и нам попробовать? Окей! Да, конечно! Мне ничего не жалко для друзей! Угощайтесь! По-моему, это совсем невкусно! Кислятина! Вас не сложно было обмануть! Вы сразу же купились на мои уловки! Глупышки! Ну все, Итан, получай! Ну вот! Всего один Киткат! Печально! У меня порция побольше, и я довольна! Это все мелочи на фоне моей порции! Посмотрите! Ребята, давайте я начну! Нужно скорее избавиться от упаковки! Она лишняя! Аккуратнее, Вивиан! Ой, какой божественный аромат! Ешь уже скорее! Не переживай! Я справлюсь с этим за пару секунд! Теперь Эмма! Мне нужно подготовиться! Надену слюнявчик и уберу упаковки! Ого, как ей это удалось! Вилка и нож мне тоже пригодятся! Приступим! А, никак не могу отрезать! К черту все это! Буду есть руками! Получается! Так намного удобнее и быстрее! Я не могу сдержаться, когда чувствую этот вкус! Мне нужно еще больше шоколада! Что? Вы что, решили украсть мои батончики? А ну, верните! Больше никогда не вставайте между мной и шоколадом! О-оу! Наконец-то моя очередь! У меня есть отличная идея! Я построю из своих батончиков башню! Неплохо получается! Ого! Она такая высокая! Я старался! Осталось совсем немного! Извини, Этан, мы не могли сдержаться! Тини, давай! О, нет, я падаю! И башня тоже! С возвращением! Ну, ты там как? Со мной все нормально! Каска меня спасла! Дай мне мои очки! Я же без них не вижу! Я хочу пончик! Сделайте такой! Посмотрим! Окей! Я готова! Ой! С удовольствием приготовлю этот пончик для тебя! Сначала я налью тесто в этот пончик-мейкер! Ведь эта штуковина так называется! Заполню все ячейки и закрою! Осталось подождать! А я приготовлю прекрасные радужные пончики! Потому что обычно это так скучно! Мои будут самые веселые, самые вкусные и самые красивые! Я обязательно одержу победу в этом челлендже! Закрываем и ждем! Какая ты молодец! У тебя все получится! Вэнсдэй, а ты что? Конечно же, мои черные пончики будут самыми красивыми и самыми вкусными! Но чего-то не хватает! А, конечно! Вкусного соуса! Вещ, помоги! Какой кошмар! Я боюсь эту руку! Уберите ее отсюда! Спасибо, Вещ! Теперь мне есть куда налить клубничный соус! А теперь воспользуемся вот этим! Так будет гораздо удобнее украшать пончики! То, что нужно! Кровь! Какой кошмар! Вообще-то это всего лишь клубничный соус! Ой, ну прям отлегло! Это было смешно! Теперь я разукрашу свои пончики соусом и самой вкусной глазурью! Вот это я понимаю шедевр! Ну, не знаю, какие-то они страшные! А вот мои прекрасные пончики уже готовы! Я разложу их и посыплю сахарной пудрой! Классический рецепт! Да, это то, что надо! Смотрите! Ничего особенного! Класс, бабуль! А теперь посмотрим на мои радужные пончики! Это просто загляденье! Ты настоящий повар! А теперь я хочу посыпать их посыпкой! Ой, не открывается! Какая тугая крышка! Ничего себе! Немножко не рассчитала силу! Но ничего, посыплю их так! Мои пончики готовы! Угощайся, Джилл! Приятного аппетита! Ой, какие они аппетитные! А этот пончик очень интересный и смешной! Попробую! Ой, он вкусный! Мне нравится! Что там дальше? Этот пончик какой-то обычный! Но попробую! В принципе, ничего, но я ожидала большего! О, какие красивые! Они даже пахнут радугой! Надеюсь, они вкусные! О да, просто волшебно! Все пончики оказались неплохие! Но побеждают вот эти! Я победила! Класс! А как они открываются? В этот раз приготовьте мне пасту! У меня как раз вода вскипела! Так что я быстро приготовлю самую вкусную пасту для моей внученьки! Моя вода тоже, наверное, вскипела! Но надо в этом убедиться! Вещь сюда! Сейчас ты поможешь мне узнать, вскипела ли вода! О, благодарю! Вижу, вскипела! Говоришь, что можно класть пасту? Хорошо! Чувствую, что победа в этом раунде за мной! А ты чего сидишь? А я, пожалуй, приготовлю пасту сама! Возьму муку... Ой! О, я вся в муке, но это ничего! Это даже весело! Так вот, я выложу муку на доску и сделаю самую настоящую домашнюю пасту! Добавлю яйцо, соль... И как следует все это замешаю! Это, конечно, непросто, но я уверена, что моя паста будет самой лучшей! Нарежу тесто на отдельные кусочки... Ну и, конечно, добавлю краски! Вот так! Моя паста будет всех цветов радуги! Теперь возьму этот кусочек и сформирую вот такую колбаску! Сделаю это со всеми остальными цветами! Теперь нарежу их на маленькие квадратики... И придам им форму с помощью терки! Таким образом, каждый кусочек получился семицветным! Осталось только отварить! Какая же ты изобретательная! Так, а моя паста совсем готова! Аккуратно выложу ее на тарелку... И добавлю кетчуп! Ой, где же он? Я ничего не вижу! Очки совсем запотели! Так, это кетчуп или не кетчуп? Выдавлю побольше! Бабушка, для начала нужно открыть! Держи! Ой! Мне кажется, я перепутала стороны! Я вся перепачкалась! Упс! Но это смешно! Впредь буду аккуратнее! И не надо надо мной смеяться! Так вот, добавлю кетчуп и паста готова! Моя паста сварилась! Выложу ее на тарелку! Чего-то тут явно не хватает! Вещь ко мне! Ты знаешь, что мне нужно! Принеси! Молодец! Да! Чернила каракатицы! Они покрасят мою пасту в самый красивый цвет! Естественно, в черный! О, да! Получается стильно и утонченно! Теперь мне потребуется кетчуп! Полью им сверху, да побольше! Получается красиво, но с глазами будет еще лучше! Вэнсдей, ну зачем всегда так пугать? А у тебя что? А у меня получилась вот такая радужная паста! Сразу хочется ее съесть! Приятного аппетита! Ура-ура! Ой, а это что за странное блюдо? Мне надо это попробовать! Но, честно говоря, не хочется! Фу, это отвратительно! А вот эту пасту я хочу! Да, это вкусно! Ого! А это что за красота? Не терпится попробовать! О, это не только красиво, но еще и вкусно! Это победитель! Ура, я победила! Есть! Протру-ка я очки! В этот раз я хочу напиток! Вкусный-вкусный! Вещь, ты готов? Хорошо! Будет сделано! Ой, чуть не упала! Что там? Напиток? Хорошо, внученька! А можно начну я? Спасибо! Итак, мне потребуются красивые, но кислые конфетки! Для начала избавлюсь от упаковки! А теперь эта яркая конфетка отправляется в формочку! И все остальные конфетки тоже! У меня получится разноцветное чудо! Как? Уже закончились? Ну ладно! Значит, самое время поставить их в духовку! Готово! А теперь пора остудить мое блюдо! Сейчас я вытащу из формочки эту красоту! Вау! Здорово! Мне нравится! Вот такие кислые съедобные стаканчики у меня получились! Теперь я возьму ММДемс! И разберу их по цветам! Так будет гораздо красивее! Бабуль, смотри, как я умею! Ну, никаких манер! Продолжаем! Положу ММДемс в стаканчики, а сверху залью спрайтом! Со сливками будет еще красивее и вкуснее! Украшу все это посыпкой! И последний штрих – добавить маленькие трубочки! Это что-то невероятное! А я сделаю своей внученьке очень полезный коктейль из сельдерея! Положу сразу целый и думаю, получится! Фу, какая гадость! Думаю, Джилл не оценит! Ну вот, мой полезный коктейльчик для внучки готов! И красивый, и содержит уйму витаминов! Сверху украшу веточкой сельдерея и добавлю трубочку! Здорово, не правда ли? Нет! Вещь – стакан! Возьму подобающий стакан и, конечно, обмажу его клубничным сиропом! Что же можно сюда налить? Пожалуй, это будет спрайт! В него я добавлю краситель и, как следует, размешаю это стильной трубочкой! Вещь – помогай! Окей! Ой, как же ты меня напугал! Венс, да убери это! Вещь – поторапливайся! Спасибо! Держи кулачок! Сливки прекрасно подойдут! Они очень похожи на мозги, но для лучшего эффекта я полью их красным сиропом! А сверху положу глазик и паучка! Вот это красота! Идеально! Мы готовы, Джилл! Какие красивые! Начну вот с этого! Очень даже неплохо! Я бы сказала, вкусно! А это что, сельдерей? Нет уж, я это даже пробовать не буду! О, а вот это что-то интересное! Очень вкусно! И стакан съедобный! Ой! Он такой кислый! Но напиток вкусный! Победитель определён! Ура! Я снова победила! Я так рада! Что же будет на этот раз? Теперь я хочу салатик! Вот такой, с гренками! Хорошо! Будет сделано! Ага, поняла! Сделаю! Я возьму листья салата и обязательно порву их! Вот так! Ой, Вэнсдей, спасибо, конечно, но ножик лучше не трогай! Так вот, продолжу рвать эти прекрасные зелёные листочки! Ну вот, готово! Теперь мне потребуется эта ароматная курочка! Нарежу её на тонкие кусочки! Теперь аккуратно разложу! А дальше нарежу помидорки черри! Ещё в салат Цезарь обязательно нужно добавить сухарики! Ну а сверху обязательно натереть сыр! Замечательно! Я готова! А ты? А у меня готовка в самом разгаре! Я буду использовать вот такие весёлые формочки! Вырежу фигурки из огурца, редиса и перчика! По-моему, получилось очень мило! Теперь возьму палочку и сделаю настоящее канапе! У меня будет салатный шашлычок! Красота! А, ну да, Вэнсдей, тебе такое не нравится! Какие классные! Ну а теперь я добавлю зелень и у меня получится прекрасный салатный букет! А какой аромат! Молодец! Не понимаю вашего восторга! О, красный перчик! Это как раз подойдёт! Разрежу его напополам! Уберу семечки, а вместо них положу салат! Огурец я почищу и нарежу слайсами! Очень похоже на язык, правда? Из маслин я сделаю глаза и у меня получится вот такая мордочка! Оно нас съест! Аккуратно разложу салатных монстриков на тарелку! Приятного аппетита! Ура! Я победила! Я классный повар! Ну вот, у меня всего один чупа-чупс! Мне это совсем не нравится! Мне повезло гораздо больше! Супер! Аликс, только посмотри на мою порцию! Твоя меркнет на её фоне! Ничего себе! Я глазам своим не верю! Никогда не видел так много чупа-чупсов! Давайте начнём с малого! Что ж, я не против! Нужно только снять обёртку! Пока у тебя получается не очень! Я не собираюсь сдаваться! Да хватит смеяться! О нет! Я сломала свой чупа-чупс! Не думала, что такое вообще возможно! Главное, что карамель цела! Большего мне и не нужно! Ммм, какая же она вкусная! Супер! Надо же, как ты быстро закончила! Теперь ты, Аликс! Класс! Мне давно пора подкрепиться! Смотрите, как легко я могу снять обёртку! Ого! Да уж, мне есть чему у тебя поучиться! Хватит мелочиться, пора играть по-крупному! Я хочу съесть сразу всё! Что ты задумал, Аликс? Не бойтесь, я всего лишь хочу измельчить свою карамель! Смотрите, получается! Осталось совсем немного! Класс! Какой же я сильный! Хватит, Аликс! Нам страшно! Да всё, всё, я уже закончил! Теперь нужно пересыпать карамель в чашу! Ничего себе, как её много! Ты круто придумал! Так, мне понадобится один целый леденец! Я оставил его не просто так! Теперь можно окунуть его в измельчённую карамель и есть! Очень удобно! Жаль, что он так быстро закончился! Придётся просто засыпать крошку себе прямо в рот! Что ж, тоже неплохо! Как вкусно! Не хочется останавливаться! Ты половину просыпал мимо рта! Мила, теперь ты! Мне понадобится пылесос! Выключи его скорее! Упс, извините, я случайно направила его в вашу сторону! Он нужен мне, чтобы снять обёртки! Крутая идея! Мне тоже нравится! Теперь я могу есть леденцы без всяких препятствий! Как это всё помещается у тебя во рту! Невероятно! Боюсь, это плохо кончится! Хи-хи-хи-хи! Ой! Похоже, ты был прав, Алекс! Чупа-чупсы застряли! Я не могу ничего сделать! Ну ладно, так и быть, мы тебе поможем! Держись крепче! Аккуратнее, мне больно! Ого! Это ещё что такое? Это же челюсть Милы! Какой кошмар! Да, всё нормально, я вставлю её обратно! Это ещё что такое? Я даже разглядеть не могу! Похоже на зёрнышко кукурузы! Наверное, ты права! У меня таких несколько! У них совсем нет запаха! Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Из этих зёрнышек готовят попкорн! Но я не умею! Нужно что-то придумать! Да, есть идея! А что, если просто раскусить? Не выходит! Слишком жёстко! Придётся придумать ещё кое-что! Мне поможет утюжок для волос! Думаю, его мощности хватит, чтобы приготовить одно зёрнышко! Ну как, получается? По-моему, слишком долго! Алекс, давай пока поиграем! Ну или поспим! Джули права, это слишком долго! Ого, всё-таки получилось! Класс! Ребята, посмотрите, какая прелесть! Браво! Мы в тебя верили, Мила! Надеюсь, я не зря ждала! О да, это очень вкусно! Теперь ты, Алекс! Мне нужно что-то посерьёзнее утюжка для волос, чтобы приготовить свою порцию! Думаю, утюг подойдёт! Не уверена, что это сработает! Твой способ тоже заставлял нас сомневаться! Вау, у меня получилось! Быстро! Да, ты нас приятно удивил! О нет, я обжёг руку! Как же горячо! Иногда ты бываешь таким растяпой! Надеюсь, попкорн поможет мне отвлечься от неприятностей! Класс! Очень вкусно! Как же мне приготовить такую большую порцию? Есть идея! Ого! Это ещё что такое? Машина для попкорна! Неужели вы никогда её не видели? Сейчас я расскажу, как ей пользоваться! Для начала просто засыпаем зёрнышки внутрь! Вау! Вот так! Пока этого достаточно! Смотрите, работает! Мой попкорн уже готов! Это невероятно! Настоящее чудо техники! Думаю, можно добавить побольше зёрен! Получилась слишком маленькая порция! О да, совсем другое дело! Супер! У нас весь стол усыпан попкорном! Тут осталось ещё немного зёрнышек! Я использую их! Кажется, твоя машина вышла из-под контроля! Это даже к лучшему! Это что, настоящий рак? Выглядит пугающе! Мне даже прикасаться к нему страшно! Брр! Ужас! У тебя хотя бы всего один рак! Посмотри на мою тарелку! Хотя, думаю, нам не стоит бояться! Эти раки совсем не опасны! Я бы не был так в этом уверен! Представить не могу, как мне осилить эту огромную порцию! Пусть лучшее Мила начинает! Ну, спасибо, Алекс! Ты настоящий друг! Умеешь поддержать в трудный момент! А вроде бы и не так противно, как я думала! Правда? О да! Мне даже нравится этот вкус! Я готова съесть рака целиком! Какая вкуснятина! Не ожидала, что мне такое понравится! Честно говоря, я тоже немного удивлен! Да, было вкусно! Мила, тебе бы не мешало почистить зубы после такой еды! Что? Упс! Как неудобно вышло! Не расстраивайся, всякое бывает! Надеюсь, я тоже смогу справиться со своей порцией, как и ты! Ладно, начнем с малого! Попробую откусить хотя бы кусочек! Странно, мне показалось, что этот рак шевелится! Лучше возьму другого! Хорошо, что мне есть из чего выбрать! Но для начала избавлюсь от всего лишнего! Джулий, я тебя не узнаю! Ты что творишь? Ничего такого, пустяки! Мне просто нужно было почистить раков! Это не оправдание! Посмотри, что ты с нами сделала! Извините, ребята, я не хотела! Ладно, пробуй уже! Мила была права, это действительно очень вкусно! Жаль, что мне досталась не самая большая порция! Я бы с радостью съела еще! Вот это да! У меня опять разыгрался аппетит! Класс! К сожалению, милая, у нас с тобой ничего не осталось! Теперь очередь Алекса! Ну что, вы подали мне отличный пример! Теперь я тоже готов это попробовать! Супер! И правда, пальчики оближешь! Можно мы возьмем у тебя немного? Ну уж нет, вы свое уже все съели! Ну дай нам хотя бы по одному кусочку! Хватит! Я же сказал нет! Не мешайте мне наслаждаться! Вкуснятина! Мы очень сильно проголодались! Угости нас, умоляем! Ладно, думаю, этого вполне хватит! Очень смешно! Жадина! Мы тебе это еще припомним! Да ладно вам, не злитесь! Я же просто пошутил! О нет! Тут живой рак! Мамочки, мне страшно! Как ты тут очутился? Эй, все нормально? О нет! Помогите! Он укусил меня за палец! Сделайте что-нибудь! Не надо кидать его в меня! Так больно! Так тебе и надо, Алекс! Челлендж! Эй, хватит отвлекаться! Пора узнать, что за блюдо вам закажет Марго! Бургер! Ничего себе! Да, весьма сытно! Ну что, все готовы к нашему новому испытанию? Тогда поехали! Хи-хи-хи! Бабушка начинает с булочек для бургера! Да, поджаренные булочки намного вкуснее! Теперь нам пригодится фарш! Бабушка делает из фарша мясные шарики, кладет их на сковородку и придавливает лопаткой! Котлета готова! Сверху ломтик вкуснейшего сыра! Ну и, конечно же, какой бургер без томата! Остался лук и булочка сверху! Ура! Отличная работа! Теперь очередь сестры! Хм, похоже, обычные булочки не подходят! Что? Пончик? Да еще такой аппетитный! Сестра разрезает пончик на две половинки и достает шоколадки! Как же сладко! Но у сестры есть еще кое-что! А, это же кислый гель! Вкусно, но кисло! Еще я добавлю маршмеллоу! Немного мармелада и ягодного сиропа! Ну да, почему бы и нет! Осталось положить сверху половинку пончика и готово! Красота! Похоже, бабушка оценила работу внучки! Но Уэнсдэй так просто не удивить! Начинаем, как обычно, с булочек! Но, конечно же, с черных! Жарим котлету! Что это Уэнсдэй делает с кусочком сыра? Ого! Круто он теперь выглядит! Кусочек огурца! Ничего себе! У этого бургера будто есть пасть с языком! Но чего-то не хватает! Как хорошо, что рядом с Уэнсдэй всегда есть рука, которая поможет с любой проблемой! Мармеладные глаза? Да, похоже, именно они и нужны Уэнсдэй! Бабушка, не бойтесь! Эта рука, которую зовут вещь, совсем безобидна! Итак, у Уэнсдэй теперь есть мармеладные глаза! И она добавляет их к бургеру! Вы только посмотрите на этого монстра! Он такой... страшный, но все-таки аппетитный! Ну что, Марго, твой выход! О, как же я проголодалась! Этот бургер выглядит так необычно! Попробуем! Очень вкусно! Так, что у нас дальше? Выглядит довольно обычно! Ой, это что, лук? Гадость, я это есть не буду! А тут у нас что? О, да, это же мои любимые сладости! Закусывать мармелад пончиком, это я люблю! Ну что, пора выбрать победителя! И это... Вот этот бургер! Да, очень вкусный! Ну что, поздравляем Уэнсдэй! Мне кажется, или это улыбка? Уэнсдэй улыбается, вот это да! Ну вот, похоже, кто-то застеснялся! О, кажется, сестра и вещь нашли общий язык! Но вещи пора возвращаться домой! А нашим героям пора готовить новое блюдо! Горячий шоколад! Кто же не любит этот вкуснейший напиток? Надеюсь, все готовы! Вперед! Бабушка снова берется заготовку первее всех! Она наливает молоко в кастрюлю, добавляет какао-порошок и все перемешивает! О да, плитка шоколада сделает вкус еще более насыщенным! О, как же это мило! Бабушка наливает горячий шоколад в ее фирменную кружку! Такая подача согреет любого! Теперь очередь сестры! Осторожно, так можно и весь шоколад съесть! Да, бабушка права! Сахара нужно добавить совсем немного! Ого, что это она задумала? Только посмотрите на эту сладкоежку! Бабушка не одобряет такое количество сахара! Ладно, пора добавить молоко! Аккуратнее! Да, сестре явно стоит быть повнимательней! Так можно истратить все ингредиенты! Теперь немного красителя! Только посмотрите на эту красоту! Крем такой яркий! И он так аппетитно стекает по краям кружки! Теперь немного сладкой посыпки! Вот это сервировка! Сестра постаралась на славу! Но это еще не все! Финальный штрих, взбитые сливки и маршмеллоу! А нет, и даже это еще не все! Какие же очаровательные фигурки единорога и радуги! Интересно, а они съедобные? Ну, в любом случае, уровень милоты десять из десяти! Ну что, Вэнсдей, настал твой черед! Без помощи вещи тут не обойтись! Кружка просто жуть! Бабуля, вам лучше поберечь свои нервы! Вэнсдей наливает шоколад в свою кружку! Сверху добавляет взбитые сливки и ягодный сироп! Очень даже неплохо! А вот и мармеладки Хариба! Вы только посмотрите на эту уникальную сервировку! Горячий шоколад готов! Вау, с ума сойти! Так красиво! И так вкусно! Мне нравится! А это горячий шоколад от бабушки! Тоже вкусно! Ого, а это что такое? Выглядит странно, но попробуем! Неплохо! И побеждает моя любимая сестренка! Поздравляем с заслуженной победой! Ну что, похоже наши герои готовы к новому испытанию! Что же их ждет на этот раз? Ого, да это же картошка фри! Есть много способов готовки и сервировки этого блюда! Сейчас мы узнаем, какой способ выберут наши герои! Конечно же, картошку сначала нужно почистить! Сестра выбрала весьма необычный способ чистки! Бабушка недовольна! Но как она может злиться на любимую внучку? Ты моя хорошая! Теперь эту картошку нужно снять! И бабушка спешит на помощь! Сестра нарезает ломтики специальным ножом! Посмотрите на этот красивый рельеф! Пора добавить немного цвета! Вот это да! Как же ярко все получается! Теперь добавим масло и можно отправлять нашу яркую картошку на сковороду! Отлично! Советую быть поаккуратнее с горячим маслом! Осторожней, не ошпарься! Картошка готова! Осталось красиво выложить ее на тарелку и можно подавать! Бабушке, как всегда, все нравится! Но она предпочитает более классический вариант блюда! И порой классический вариант самый лучший, не так ли? О да! Этот знакомый всем с детства вкус! Картошка фри и кетчуп! Отличная работа, бабушка! Да, я молодец! Ну а чем же нас в этот раз удивит Вэнсдэй? Картошка уже приготовилась! Похоже, нас ждет необычная сервировка! Ого! А это еще что такое? О нет! Похоже, Вэнсдэй перепутала стороны! Бабушка, это зрелище не для слабонервных! Лучше бы вы не смотрели! Фух! На чем мы там остановились? Ах да, картофель фри! Вэнсдэй красит картофель в черный цвет! Вау! А это оказывается красиво! Осталось добавить кетчуп и блюдо готово! Сестра явно оценила блюдо Вэнсдэй, но интересно, как его оценит Марго! Что у нас тут? Это что, подгоревший картофель? О нет, на вкус неплохо! А с кетчупом! Просто супер! Пожалуй, я не сдержусь и съем все до последнего кусочка! Вкуснятина! Ну что, следующий участник! Выглядит аппетитно! Неплохо! Но вот так будет еще вкуснее! Ну прощай, картошечка! Ням-ням-ням! Вау! Здорово! Похоже, я немного переела, но есть еще третье блюдо! Такая красивая картошка! Вау! Да, это тоже очень вкусно! Вау! Последний кусочек! Ой! Не переживайте, я в порядке! Ну что, ребята, все готовы к следующему испытанию? Так, сейчас посмотрим... Блинчики! Ох, как же это вкусно! Надеюсь, наши герои умеют готовить это прекрасное блюдо! Ну что, поехали! Бабушка, как всегда, берется заготовку первее всех! Аккуратно наливаем тесто для блинчиков на сковороду! Видите корочку? Это значит, что можно переворачивать! Ах, этот блинчик просто идеален! Вот что значит многолетний опыт! Вэнсдэй, что с тобой? Похоже, здесь не обойтись без помощи вещи! Дай угадаю! Черный краситель? Ну конечно, кто бы сомневался! Это же Вэнсдэй! Хорошенько размешиваем! Ох, кажется, она немного увлеклась! Ладно, возвращаемся к нашим блинам! Какой красивый! Да, черная еда всегда выглядит очень стильно! А какой у вас любимый цвет? Оставляйте свои варианты в комментариях! И, быть может, в следующем видео мы приготовим блюдо именно вашего любимого цвета! А тем временем сестра задумала что-то интересное! Вот это да! Это же уже не блинчик, а целое искусство! О, кажется, этот цвет никак не хочет выдавливаться! Ну же, давай! Ай! Ауч! Это было сверхточное попадание в глаз! Надеюсь, все в порядке? В этом деле самое главное не сдаваться, несмотря на все трудности! Ну что, продолжаем? О, только полюбуйтесь на эту красоту! У сестры получился очаровательный единорог! Да, в такие моменты бабушка очень гордится своей внучкой! А что там у бабушки? Похоже, нас ждет старый добрый рецепт! Блинчики с маслом и кленовым сиропом! От такого вида сразу начинают течь слюнки! Блинчики Вэнсдэй тоже испеклись! Да, выглядят они очень необычно! Вэнсдэй выкладывает их на тарелку! И добавляет свой любимый ягодный сироп! Вау, это что? Пауки? Бабуля, спокойно! Эти пауки из шоколада! Ну что, Марго, пора дегустировать! Это еще что такое? Выглядит устрашающе! Ладно, блинчик я попробую! Неплохо! Что у нас дальше? Ой, какой аппетитный! И на вкус просто супер! Ого! А это что еще за красота? Единорожек! Так мило! И очень вкусно! Иго-го! И побеждает... Сестра! Этот единорожка мне очень понравился! Ура-ура! Какой чудесный день, Вэнсдэй! Какой же будет приз? Вы готовы? У вас есть минута, чтобы нарисовать деньги! И тогда вы их получите! Время пошло! Уже? Тогда погнали! Есть у меня одна идея! Лучший вариант – это перерисовать! Хорошо, что у меня завалялась одна купюра! Так, а кого бы мне поставить как лицо? Конечно себе! Каков красавец! Может, есть другой вариант получить деньги? Например? Украсть их! Нет, не выйдет! Быстро на место! Ну и ладно! Не очень-то и хотелось! Так, у вас осталось пару секунд! Время! Показывайте ваши рисунки! Как вам мое творение? Творение? Да это никуда не годится! Ужасно! Вы не разбираетесь в искусстве! А как вам мой рисунок? Это ужасно! А мой рисунок вам нравится? Неужели? Хоть одно хорошее произведение! Приз ваш! Ого, как много денег! Хватит, чтобы с нами поделиться! Теперь я очень богата! У меня хватит денег на все, что захотите! Ну что, вы готовы ко второму раунду? В этот раз победитель получит арбуз! И не просто арбуз, а вкуснейший! Свежевыжатый арбузный сок! Да! Вау! Вот это прикольно! Вот именно, так что начинайте! Время пошло! Уже тогда погнали! Есть у меня одна идея, как можно нарисовать идеальный круг! Скотч мне поможет! Так, самое сложное, это узоры на арбузе! Они такие непонятные и сложные! Да ладно, я все равно рисую лучше всех! У меня точно получится! Интересно, кто же станет победителем? Ого, у вас уже так много готово! Время вышло! Значит, я поменяю рисунок! Как вам мой рисунок? Если помягче, то мне не очень нравится! А не повезло! Что? Это оскорбительно ужас! А как вам мое произведение? Это очень круто! Пожалуй, вы и выигрываете! Класс! Я знала, что смогу победить! Вот ваш стакан вкуснейшего арбузного сока! Круто! Я как раз очень хочу пить! Ты всех обманула? Значит, обмануть можно и тебя! Ну что, попробуем этот сачок? Я горю! Что произошло? Сок же вкусный, а совсем не острый! Почему он острый? В следующий раз не будешь хитрить! А теперь у меня сюрприз! За лучший рисунок кто-то из вас получит этот душистый перчик! Поверьте, он очень вкусный! Ваше время пошло! Фу! Я не должен его получить! Перец? Если я специально нарисую мазню, то я точно не получу этот перец! А если мой карандаш сломается, то мне точно не видать перца! Оп! Сломался! А вот и я буду стараться и рисовать красиво! Но что ты рисуешь? А это уже совсем не важно! Так! Ваше время скоро кончится! Я вообще нарисую кит-кат! К перцу он точно не имеет никакого отношения! А значит, я проиграю! Идея неплохая, но моя лучше! Наивный! Мой план сработал! Ну что, ваше время подошло к концу? Уже? Класс! Мы готовы! Ливиан! Вы могли бы хотя бы постараться! Это ужасно! Ну вот так! А что у вас? Цветочек! Я люблю цветы! В задании был перец! Так, а у вас что? Перчик! Мне очень нравится! Ну подождите! Это совсем не перец! Это кит-кат! И Джулия получает... Джулия получает кит-кат! Как я до этого не додумался! Ну, держите свою шоколадку! Класс! Будет очень вкусно! Вы готовы? Вам точно понравится! Ладно, еще интриги! Вас ждет бургер! Поверьте, он даже на запах просто бесподобен! Я его уже хочу получить! Так валяйте! Ваше время пошло! Значит, бургер! Я смогу его нарисовать! Наверное! Нет! Это ужасно! Попробуем еще! Да что же это такое? Почему так плохо? Ого! У Итана намного лучше! Я должен выиграть! Я очень голодный, поэтому я просто обязан получить бургер! Так, рисование это наука, а значит... Сложно устоять на месте! Да уж понимаю! Но это не важно, потому что бургер у меня получается отменный! А что делать мне? Я хочу есть! Кажется, у меня идея! Если я немного откушу, никто и не заметит! А бургер-то и правда хорош! Ваше время закончилось! Да! Мы готовы! Так, Этан, ваш рисунок очень слабый! Не пойдем! А как вам мой? А вот этот мне очень нравится! Посмотрите, а мой больше похож на правду! Бургер-то откусанный! Как это? Правда откусанный! Мне трудно признать, но вы побеждаете! А значит, получаете этот бургер! Правильно! Я выиграла! Как же вкусно! Так не честно! Да! Вы готовы к новому призу? Раз, два, три! Вас ждет кактус! Смотрите, какой красавчик! Ваше время пошло! Кактус! Я не против кактуса! Его можно поставить в комнате! Он такой красивый! Я представляю себя с каосом! Мне не нравится! Пожалуй, будь что будет! Буду рисовать как умею! О, у меня тоже идейка! Нарисую-ка я рыбку! Рыбку? Странно! Ладно, это твое дело! Так! Кажется, у вас осталось немного времени! Да, точно! Заканчивайте! Показывайте, что получилось! Уже все? Ну, смотрите! Как вам мой шедевр? Шедевр? Это просто караул! Ужас! Как круто! Я и не хотел этот караул! Кактус! А я нарисовала рыбку! Рыбку? Дайте рисунок сюда! Раз вы нарисовали рыбку, то рыбку вы есть и будете! Что? Не хочу! Сами виноваты! Рисовать нужно по правилам! Вот! Это круто! Спасибо большое! Я старалась! Ловите кактус! О нет! Зачем я только старалась! Теперь я вся в иголках! Эй, поехали! Ой, точно! Что-то замечтался! На этот раз вас ждут аппетитные пончики! Хотите их получить? Тогда поспешите! Время пошло! Пончики! Я люблю! Значит, на этот раз нужно действительно постараться! Но лучше пончики будут у меня! Ты что творишь? Да! Да это мазня, а не пончики! У меня мазня! Ты вообще свой рисунок видела? Как же круто получается! И напоследок можно добавить немного посыпки! Так намного красивее! Теперь смотрите, какой крутой рисунок у меня получился! Показывайте рисунки! Ваше время вышло! Как вам мои пончики? Бездарно! Мне не нравится! Жалко! А как вам мой рисунок? Что за бред? Это просто каракули фу! Остался только я! А вот ваш рисунок мне нравится! Получилось очень даже неплохо! Держите пончики! Они ваши! Круто! Но я должен поделиться с подругами! Интересно, что же теперь? Интересно? Тогда смотрите! Вас ждет... Айфон! Ничего себе! Да, за лучший рисунок кто-то из вас получит лучший телефон! Так, пора начинать! Где таймер? Нужно порыться в карманах! Упс! Не то! Вот! Нашел! Ваше время пошло! Я как раз не отказалась бы от нового телефона! Мой старый уже совсем не работает! Поэтому почему бы не заполучить новенький айфон? Я смогу! Айфон будет моим! Рисуйте! Старайтесь! Да, вот так! Он точно будет моим! Уже представляю, какие фотки сделаю на свой новый телефон! Будет круто! Кажется, и у меня получается неплохо! О нет! У всех остальных намного лучше! Так не пойдет! Нужно начать с чистого листа! Да! Кажется, получается! Ничего не получается! Да ну его! Эй, может будешь аккуратнее? Ты своим карандашом чуть рисунок мне не испортила! Кажется, получилось неплохо! Ой, кажется, я совсем не успеваю! Ваше время закончилось! О нет! Надеюсь, мой айфон не подведет и спасет меня! Ого! Надеюсь, никто не заметит моего небольшого обмана! Я заметил! Показывайте ваше творение! Смотрите, я сделала! Это не то, что я ожидал! Поработайте еще! Мне кажется, это круто! Как вам мой айфон? Я очень старался! Тогда почему такое кривое яблоко? Нет, не годится! А вот и мой рисунок! Вот это круто! Мне нравится! Нет, это вранье! Это не настоящий рисунок! Вы получаете... Нет, тогда вы ничего не получаете! Я оставлю этот айфон себе! Понятно? Он мой, детка! На этот раз вас ждет мармеладный мишка! Время пошло! Он будет моим! А вот и нет! Я уже начала рисовать! Как и я! И получается у меня очень даже круто! И у меня тоже получается неплохо! Мне нравится! Ого, да у меня даже лучше! Хм... Точно! Идея! На всякий случай нужно подстраховаться! Наточки! Что-то я расчехалась! Ну вот, рисунок испорчен! Не расстраивайся! Сработало! Так, вроде получается неплохо! Ага! Что такое? Чего пугаешь? Да уж! Зачем так? Я не хотела! Ваше время вышло! Показывайте рисунки! Смотрите, я старалась! Хм... Видно, но я не смогу наградить вас за такое! А как вам мой мишка? Мишка? Да его как будто ребенок рисовал! Не пойдет! А моя работа, она хорошая? Да, это очень круто! Хм... Как жаль! Вивиан получает мармеладного мишку! Класс! Аааа! Он рычит! Ешь быстрее! Пока он не рычит, он очень даже милый! И вкусный! Здорово! Ого, какая прикольная! Не надо, а то сломаешь! Я хочу, чтобы каждая из вас приготовила для меня пончик! Будет сделано! Я готова! Ой, ты моя хорошенькая! Готовить пончики в специальном приспособлении очень даже удобно! Просто нужно залить тесто! Да это даже я смогу сделать! Только мои пончики будут цветными, потому что так гораздо веселее! Ты моя выдумщица! Фу! Что за нежности! Естественно, мои пончики будут черными! С черным цветом лучше всего сочетается красный! Поэтому я полью их красной глазурью! А сверху добавлю немного белый! Так они станут еще красивее! Вещь! Ты должна мне помочь! Сейчас же принеси мне глубокую тарелку! Все! Все! Сюда я налью клубничный сироп! Затем я наполню этим красным сиропом шприцы! Зачем? Сейчас сами увидите! Бабуля, смотрите! Это кровь! Какой кошмар! Бабуль, приди в себя! Это просто сироп! Зачем же так пугать старого человека? Я же ради вашей внучки стараюсь! Хочу, чтобы она отведала не только вкусных, но и красивых пончиков! Да уж! Если бы такие принесли мне, я бы точно в обморок упала! Сейчас я покажу, как должны выглядеть нормальные пончики! Во-первых, делать их черными совсем ни к чему! А для красоты будет достаточно немного сахарной пудры! Только посмотрите, какая красота! Красота – это мои пончики! Одного взгляда на них хватит, чтобы поднять себе настроение! Но чтобы они стали еще веселее, почему бы не добавить немного яркой посыпки? Правда, для начала нужно открыть эту проклятую банку! Ну же! Ой, дорогуша, теперь ты сама выглядишь гораздо веселее! О, главное, что на пончики попало! Марго, самое время выбирать победителя! Ой! Вензде сделала пончики в своем стиле! Они выглядят жутко, но на самом деле они очень даже вкусные! Интересно, а тут что? Вот это да, сиропчик! Класс! Бабуля, теперь я буду пробовать твои пончики! Но, честно говоря, так себе! Слишком простые! А вот эти выглядят куда интереснее! Надеюсь, на вкус они тоже ничего! Да это самые вкусные пончики, что я пробовала! Сестренка побеждает! Спасибо, Марго! Венздей! Хватит пугать старушку! Я хочу коктейль! Вкусный и красивый! Будет сделано! Без проблем! Хорошо! Беспроигрышный вариант это делать конфеты из того, что Марго больше всего любит! Я начну с конфеток Токсик Вейст! Мне нужно сделать так, чтобы эти конфетки превратились в жидкую массу! В общем, мне нужно их растопить! Готово! Открывайся! Посмотрим! Да, получилось то, что нужно! Теперь самое время добавить конфетки Скитлз! Тут и сомнений быть не может! Эти конфетки любят все! Для начала их нужно разделить по цвету! А потом красиво распределить их по нашим цветным и вкусным стаканчикам! Ну а теперь пришло время для спрайта! Да как же его открыть? Никак не получается! О! Моя заколка мне в этом поможет! Ай! Как же мокро и сладко! Бедная! Со мной все в порядке! Просто приняла душ из спрайта! Разолью спрайт по стаканчикам, а сверху украшу взбитыми сливками! И добавлю еще немного конфеток! Та-дам! Мой шедевр готов! Молодец! Только вот твои коктейли совсем не полезные! А Марго нужны витамины! А витаминов больше всего в овощах! Поэтому я приготовлю овощной коктейль! Добавлю овощи в блендер и подожду, пока он их измельчит! Пахнет отлично! Я уверена, Марго будет в полном восторге! Сомневаюсь! Свой коктейль я начну готовить с клубничного сиропа! Им я полью бокал, чтобы он сразу стал гораздо красивее! Дальше в дело идет спрайт, который я подкрашу с помощью зеленого сиропа! Вещь! Мне снова нужна твоя помощь! Стащи для меня взбитые сливки! Когда-нибудь я раздавлю эту штуку! Она же такая жуткая! А еще она украла мои сливки! Я за тобой слежу! Спасибо! Ты все правильно сделала! А они просто шутят! Напоследок в коктейль я добавлю сливки и, конечно же, украшу его мармеладным глазом! Получилось круто! Марго, угощайся! Ого! У Вэнсдэй, как всегда, самая оригинальная подача! Коктейль получился очень вкусный! А мармеладка – это как вишенка на торте! Точнее, глазик! Бабуля, ты опять приготовила мне смесь из всех овощей? Но ты же знаешь, я терпеть не могу эту гадость! Мерзко! О! А сестренка снова придумала что-то крутое! Попробуем, как это на вкус! Вкуснотища! Сестренка, ты выиграла! Ура! Я снова победила! В этот раз удивите меня вкусной пастой! Есть у меня пара мыслишек! Бабуля, хватит дрыхнуть! Пора готовить! Ау! Макароны? Да запросто! Нет ничего проще, чем приготовить спагетти для моей внучки! Знаете, как я пойму, что вода в кастрюле горячая? Мне поможет вещь! Хватит сопротивляться, ты же не чувствуешь жара! Хотя ей все равно неприятно! Вода горячая, а значит можно класть спагетти! А я хочу сама приготовить спагетти! Мука у меня есть! Апчи! Да уж! Теперь мука есть у всех! Прости, бабуль, я не специально! Так вот, нужно замесить тесто! А для этого в муку нужно добавить сырое яичко! Вот так! Кажется, основа готова! Сделаю из теста вот такие шарики! А затем добавлю краситель, чтобы спагетти получились яркими! Дальше нужно раскатать тесто в специальной машинке! А затем в ней же нарезать его на спагетти! Красота! Моя цветная паста почти готова! Я считаю, что главное все делать с любовью! Ой, из-за пары я совсем ничего не вижу! Я не переборщила с кетчупом! Нет, бабуль, ты его даже не открыла! Ой, какая же я... Какой ужас! Вэнсдей, смотри! Тебе такое зрелище обычно по вкусу! Спасибо за салфетку, внученька! Наконец-то я смогу продолжить приготовление! Добавлю кетчуп и готово! Молодец, бабуль! Выглядит так скучно! Знаете, как сделать спагетти интереснее? Нужно покрасить их в черный цвет! Вещь! Краситель! Бабуля натолкнула меня на одну интересную мысль! Почему бы не добавить жути в мою порцию с помощью кетчупа и глаза? Как вам идея? Это очень страшно! Я бы такое есть не стала! Другое дело, моя цветная паста! Надеюсь, Марго оценит! Вэнсдей, может, хватит меня уже пугать? Подача опять интересная, но паста никакая! Бабуля приготовила классические спагетти с кетчупом! Это вкусно! Ты моя девочка! Ого, какие яркие и красивые спагетти! Надеюсь, они еще и вкусные! Вкуснотища! Я старалась для тебя! Сестренка, ты снова победила! Мне сегодня везет! Ой, Вэнсдей, чуть не забыла! Я принесла заколочку специально для тебя! Мне кажется, тебе идет! Я не ношу такие безделушки! В этот раз я хочу салат Цезарь! Легко! Салаты я готовить умею! Попробуем! Для Цезаря главное не жалеть капусты, курочки и, конечно же, сухариков, которые мне уже противопоказаны, слишком жесткие! А еще почему бы не натереть побольше сыра? Я знаю, что Марго его обожает! Я сделаю для Марго весенний подарок! Это будет не Цезарь, но мне кажется, ей понравятся мои съедобные цветочки на длинных стебельках! Вэнсдей! Смотри, какая крутая идея! Ничего крутого! Вот моя идея и правда классная! Я приготовлю салат прямо в перцы! Туда я покрошу все ингредиенты! Из огурца я сделаю язык, а из оливок глазки! Смотрите, какой милый лягушонок у меня получился! Посмотрим, что вы приготовили! Ого, сестренка, ты придумала что-то классное! Но на вкус самые обычные овощи! О, бабуля умеет готовить вкуснейший Цезарь! Да, сегодняшний не исключение! Это очень вкусно! Вэнсдей, а это что, оливки? Терпеть их не могу! Бабуля, поздравляю с победой! Да, наконец-то, танец победителя! Ого, где это мы? Вас ждет челлендж! Кто-то из вас получит шоколадный фонтан! Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами! Но есть одно очень важное но! Рисовать нужно ртом, а не руками! Ну все, у вас есть одна минута и она уже пошла! Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет! Что? Да ты проиграешь! Потому что лучший рисунок будет у меня! У тебя разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет! Выиграю я! Тем более, мне только что пришла очень крутая идея! Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать! Ой, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной! За такое нужно проучить! В этом мне поможет простое перышко! Апчхи! И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала! Или еще чем похуже! Теперь Сьюзи точно проиграет! Ах так? Ты еще и смеешься? Тогда ты тоже проиграешь! Получай! Какой кошмар! Да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам! Нет, не надо, умоляю! Девчонки, время вышло! Показывайте, что вы там нарисовали! Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже! Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть! У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива! Мила, ты выиграла! Ура! Теперь он весь будет моим! Приветики, вкусный шоколад! Мы тоже хотим немного шоколада! И мы его получим! Ммм, как же вкусно! Как же я рада, что победила! Какое блаженство! Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно! Да ну вас, воровки! В этот раз ваш приз будет куда более оригинальный! Видите этого милейшего песика? Так вот, приз это не он, а та какашка, которая от него осталась! В этом раунде снова придется рисовать ртом! Так что постарайтесь! Время уже пошло! Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку! Итак, приступим! Чтобы рисунок был более достоверным, нужно добавить запаха! Я даже знаю, как это сделать! Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо! Да, я просто давно не мыла ноги! Рисовать ногой – это трудно, а вот рисовать локтями – это куда более удобное решение! Упс, ну ладно, не проблема! У меня этих фломастеров еще целая куча! Ну, давай же! О нет, кажется, я отстаю! Девочки, хватит рисовать, пора показывать, что у вас получилось! Вот, смотрите! Мила, какашка, конечно, ничего, но я видал и получше! Вот, например, у Сьюзи! Это же шикарно! Супер! Я в восторге! А у Джули какашка получилась так себе! Видно, что она хотела проиграть! Как тому и быть! Настоящую какашку получает именно она! Что? Но мне стало плохо! Плохо из-за Сьюзи! Нет, я не буду есть этот ужас! Придется! Таковы правила! Какой кошмар! Буду представлять, что это просто шоколад! Ну что, и правда попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад! Девчонки, хотите тоже? Да уж нет! Спасибо! Как-то обойдемся! В этом раунде вашим призом станет рыбка! Ароматная и совсем невкусная! Ну а рисовать вы будете соусами! Мне кажется, что это довольно весело и необычно! Так что можете приступать! Время пошло! Я еще никогда не рисовала соусом! Надеюсь, у меня получится красиво! Как же их много! У меня будет такой большой выбор! Ну почему весь мусор на мне? Я вам не помойка! Так, я тоже считаю, что пора приступать! Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала! Пожалуй, начну с кетчупа! А я начну с сырного соуса! Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы! Ну что ж, приступим! Ничего себе, как быстро он закончился! Нужно поскорее найти ему замену! О, да! Оу! 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 Кажется, получается очень даже неплохо! Да у меня талант! Блин! Даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего! Мне стоит поторопиться! Оу! Точно! У меня же пять пальцев! А значит, пять кистей, которыми можно рисовать одновременно! Пахнет очень вкусно! Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую! Какая вкуснотища! Нет, этого мало! Я хочу съесть побольше соуса! Вау! Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет! Кажется, на этом мои соусы закончились! Ой! Нет, только не на мой рисунок! Ну вот, я все испортила! Как же вкусно! Блин! Кажется, я съела все соусы! Теперь я точно проиграю! Ну что, девчонки! Время вышло, пора бы посмотреть, что вы там нарисовали! У меня остается только один выход! Поменяться рисунками с Сьюзи! Я жду! Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу! Мила, покажи, что нарисовала ты! Ого! Выглядит неплохо! Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел! Сьюзи, а ты совсем не старалась! Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку! Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу! Мне? Но ведь это все обман! Ха-ха! Кому-то придется есть мерзкую рыбу! Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить! У меня и горелка есть! Аааа! Что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться! Так, да, кажется, нужно направить ее на рыбку! Смотрите, какая аппетитная получилась! Ммм, наконец-то я смогу нормально пообедать! Такая вкуснятина! Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз! А именно этот пушистик! Мяу! 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 Так, никто же не запрещал использовать зеркало! Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим! А вот с зеркалом гораздо проще! Мяу! Я уже почти закончила! Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший! Ого! Мила, смотри, Джули жульничает Она использует зеркало, хотя нельзя так делать Думаю, ее нужно проучить Согласна, я даже знаю, как именно Эй, ты что делаешь? Зачем? Так весь грим испортится Ну вот, я теперь точно проиграю А я так хочу себе этого малыша У меня появилась идея, как устранить еще одну конкурентку Сьюзи, ты немного недоделала носик Если хочешь, я тебе помогу Давай, если тебе не сложно Я буду только рада Вот теперь ты выглядишь гораздо лучше Вылитый котик Спасибо огромное, я всегда знала, что мы подруги Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш Джули, на такое даже смотреть нельзя Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем Что? Пирата? Ах ты, Мила! Хитрюга! А вот грим Милы, кстати, получился очень даже милым Так что Пушистик теперь будет дружить с ней Ура! Я буду тебя любить Не кормить Ты будешь... Ах! Чит! О, нет! Кажется, у Милы аллергии на котят Ничего страшного, мы сами справимся с Пушистиком Чит! Ого! Мила вся покраснела Нужно бы врача вызвать Да, Пушистик? Какой хороший Девочки, вы затащили нас в челлендж Чур, свой сейф первый открываю я Как круто! Мне достался молочный коктейль из Сникерса А как же его пить? Ты издеваешься? Нужно просто открыть крышку Как же я сама не додумалась А можно мне попробовать? Ну, конечно, нет Это мой коктейль, так что пить его буду я К тому же он такой вкусный О, да Ни с кем делиться не буду Жодина Сейчас я покажу тебе вкусняшку Если коктейль такой вкусный То получай Ты что наделала? Он закончился А это значит, что пить мне теперь нечего Это несправедливо Настал мой черед открывать сейф Рыба! Ну почему кому-то коктейль, а мне рыба? Она же такая мерзкая и вонючая Держи ее подальше от нас И ешь скорее, пока из-за нее вся комната не провоняла Если меня стошнит, вы будете в этом виноваты Ой, какая гадость Нет, целую рыбу я съесть не смогу Но ты должна Ладно Вот это да Да меня сейчас от одного только вида вырвет Гадость какая Ну и зачем вы заставили меня это съесть? Уберите с меня этот ужас А ты чего смеешься? Лучше давай открывай свой сейф Согласна, пора И это все? Одна конфетка с Китлз? Значит, она должна быть очень вкусной Обычная конфетка Странная Ого! Что с тобой происходит? Девочки! Кажется, у меня скидл стрянка Я с самого детства мечтала ей заболеть Круто! Теперь на мне нескончаемое количество конфеток А можно мне тоже попробовать? Ну конечно! Вкуснотища! Кейт, хочешь? Да уж нет, спасибо Это слишком противно Круто! Это реально единственная крутая болезнь Кейт, может, тоже попробуешь? Да нет же, я сказала Фу, мерзость какая-то Чур, во втором раунде Первый сейф открою я Вот это сюрприз У меня еще никогда не было столько попетов Еще и таких необычных Они мармеладные Девчонки, вы хоть раз такое видели? Нет Они хотя бы вкусные? Ну конечно! Они просто нереально вкусные! Хочется как можно скорее съесть каждый попет! О, да! Да уж, так и хочется их слопать! Думаю, Кейт не будет против Если мы хотя бы откусим кусочек от ее оставшегося попита Я думаю, не будет против Ну уж нет! Конечно буду! А ну прочь! Это все мое! Ладно, интересно, что же ждет меня? Аааа, лучше бы я этого не знала! Я больше всех на свете боюсь червей! За что мне такое наказание? Тебе? За что мне такое наказание? Снимите с меня этот ужас, умоляю! Точно! У меня появилась одна идея Маленький пылесос спасет Кейт! Ну, слава богу! О, нет! Одного червяка все-таки не убрали! Где? Какого? Прямо под губой! Ой, одного я и правда пропустила! Кейт, отпусти пылесос! Ну, хватит его целовать! Ну все, мое дело сделано! Какая же я молодец! Вот это да! Кейт, видела бы ты свои губы Ты теперь похожа на лягушонка! Смеяться над чужими проблемами нехорошо! За это тебе придется доесть червячков! Вы что натворили? Какой ужас! Такая гадость! Уберите это от меня! Фу! Давай, скорее смотри, что ждет тебя! Вот и посмотрю! Ничего себе! Тут какое-то зелье! Надеюсь, оно сделает меня самой красивой девушкой в мире! Какое-то странное ощущение! А, что со мной происходит? Умоляю, помогите! Какая я маленькая! Вытащите меня наверх! Кейт, вот и мы! Какая милая! Так и хочется потрогать эту малышку! Ой! Ого! Теперь я самая маленькая девчонка на земле! А в этом есть и свои плюсы! Теперь попит Кейт для меня обычный батут! Все-таки она такая очаровашка! Так и хочется ее погладить! Ай, больно же! Посмотри, что ты сделала с моим пальцем! Ну все! За такое она должна поплатиться! Кейт, ты ведь тоже хочешь посмотреть на бой маленькой девушки с червяком? По-моему, это увлекательно! Давай, давай! Джули, мы в тебя верим! Надеюсь, она выстоит! Получай! Вот тебе! Да, да, так ему! Да! Джули великолепная выиграла! Джули, поздравляю! Это было круто! Девчонки, все благодаря вашей поддержке! Что же ждет меня на этот раз? Что? О, нет! Сырое мясо я есть точно не стану! Девочки, извините, но это слишком! Вот тебе тарелка и приятного аппетита! Какие вы жестокие! Это не мясо, а настоящая резина! Его даже откусить невозможно! Ну все, с меня довольно! Думаю, что нож и вилка должны тебе помочь! Так что ешь! Ой! Кажется, я немного переборщила! Теперь я могу даже тарелку съесть! Ладно! Люди не зря придумали жарить мясо! Сырым его есть нереально! Меня от одного куска тошнит! Все, больше в меня не влезет! Джули, лучше ты открывай свой сейф! Посмотрим! Интересно! Что там? Волшебная палочка? Класс! Интересно, на какие заклинания она способна и как мне это узнать? Просто нужно ее покрутить! А-а-а! Бьют! Кажется, я научилась! Ты меня чуть не спалила! Ну посмотри, что ты сделала! Как тебе не стыдно сжигать чужие вещи? Да это не я, это все палочка! Ой! Она даже меня готова покалечить! Давай лучше положим ее на стол, пока мы все тут не сгорели! Кейт, открывай сейф! Да уж, точно пора! Не терпится узнать, что внутри! А внутри вкусняшка! Мороженое! Да и нам попробовать! Руки прочь! Мне досталось всего лишь одно ведро! Тут мороженого не слишком много, так что оно все мое! Такая ложка для еды явно не подойдет! Нужно что-нибудь побольше! Вот теперь погнали! Нет ничего круче, чем мороженое в жаркий летний день! Дай нам хотя бы лизнуть! Ну уж нет! Засуньте языки обратно в рот! Жадина! Кейт, что с тобой? Какая-то она жесткая! Ладно, я знаю, как спасти ее от полного обморожения! Палочка поможет! Спасибо! Девчонки, спасибо вам огромное! Без вас я бы заледенела навсегда! А так я просто горю! Стоп, я горю! Это отличный шанс приготовить остатки мяса! Вместо сырой гадости я буду есть вкусный шашлык! Я как раз успела проголодаться! Кейт, своя горящая голова спасла меня! Вкуснотища! Это очень-очень вкусно! Еще раз спасибо, Кейт! Пора узнать, что ждет меня на этот раз! Вот это да! Нутеллу любят все! И я не исключение! Эй, смотри, что ты сделала! Да не проблема, сейчас исправлю! Ой, как больно! Хватит раскидываться крышками! Все-все, больше не буду! Теперь я буду только есть эту вкуснейшую нутеллу! Джули, а ты можешь о шоколадной пасте даже не мечтать! А я успела попробовать! Какие все жадные! Но вообще-то мне тоже капелькой досталось! Вкуснятина! Ой, девчонки, у меня проблема! Рука застряла в банке! Помогите! А при что не сделаешь ради подруги? Пусть и очень жадной подруги! Давай, снимайся же! Осталось чуть-чуть! Ну, наконец-то! О, в банке даже пасты немного осталось! Специально для нас! Спасибо большое за помощь! Я уж думала, что мне придется жить с банкой на руке! Ой, и тут еще осталось! Кейт, чего сидишь? Открывай сейф! Что-то он нехорошо пахнет! О, нет! Внутри меня ждет кусок мерзкого и очень вонючего сыра! Девчонки, это выше моих сил! Думаю, мы с Джули тебе поможем! Но, конечно, поможем запихать сыр тебе в рот! Ой, 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 нет! Нет, что-то мне плохо! Это было просто отвратительно! Меня чуть не стошнило! Джули, а что в твоем сейфе? Да, мне тоже интересно узнать! Ого! Это выход! Мы свободны! Интересненько, что под крышками? Фу, никогда не видела настолько мерзкого и большого леденца! Мой тоже так себе! Но он хотя бы не такой большой! Девочки, в этот раз нам явно не повезло! Но больше всех не повезло Кэнди! Это точно! Зато ты должна съесть леденец первый! Потому что у тебя он самый маленький! Попробую! Надеюсь, меня не стошнит! Я не думала, что это так вкусно! Ой, муха ожила! Фу, какая гадость! У меня во рту была живая муха! Чего смеетесь? Поли, твоя очередь! Этого я и боялась! Надеюсь, этот скорпион меня не ужалит! На вкус леденец и правда очень даже ничего! Так и хочется поскорее его слопать! Кажется, я совсем забыла про сюрприз! Который находится внутри! Это же настоящий скорпион! И он только что ужалил меня в нос! Больно, мой бедный нос! Ах, вы тоже мне подруги! Еще смеются! Кэнди, тебя ждет такая же участь! Почему же? Рыба меня точно не ужалит! Она просто мерзкая! А вы были правы! На вкус леденец и правда очень даже ничего! У меня идея! Поли, пока она ест, давай поиграем! Поли, хватит спать! Просыпайся, я сказала! Кэнди уже почти закончила! Зачем я трачу на это столько времени? Есть же отличный способ, как гораздо быстрее съесть этот леденец! Ой, ты осторожнее с кувалдой-то! Итак? Ну все, теперь, девочки, не придется вам меня долго ждать! Вкуснотища! Действительно, я очень рада! И у меня еще осталось! А как же рыбка? Ну я надеялась, что вы забудете про нее! Она же такая мерзкая! А еще от нее воняет! Ой, она живая! И она больно ударила меня своим хвостом! Кэнди побила рыба! Это совсем не смешно! За это я ее прямо сейчас съем! Ой, кажется, я поторопилась! Потому что это слишком отвратительно! Меня чуть не вырвало! Но тебе все равно придется доесть ее до конца! Я знаю, как сделать это быстро! Фу! Готово! Мерзко, но я справилась! Больно же! Кэнди, в следующий раз поаккуратнее! Упс! Чур, в этот раз первой крышку открываю я! Ух ты! Твикс! Обожаю их! Ням-ням! Я тоже люблю эту шоколадку! Но почему она такая маленькая? Мне не повезло! Ассам! Кам-а-а! Ух ты! Зато посмотрите, какой гигант достался мне! Вот это я понимаю, шоколадный батончик! Зара, но ты будешь есть первый! Да с удовольствием! Надеюсь, что моя шоколадка хотя бы самая вкусная! Есть ее руками достаточно тяжело, поэтому я сделаю это с помощью пинцета! Попробую! Неплохо! Действительно, очень вкусно! Кажется, я быстро с ней справлюсь! Что ж, а теперь съем я! Уж очень сильно мне хочется отведать эту огромную шоколадку! Лила, ты чего фантиками раскидываешься? Это некрасиво! Я просто хотела поскорее откусить кусочек Твикса! Это нереально вкусно! Так и хочется съесть всю шоколадку сразу! Осторожно! Такими темпами ты нас шоколадом засыпешь! Вкусным шоколадом! А разве это плохо? Что-то я устала есть! Нет уж! Тебе придется доесть вторую часть! Попробую! Знаю я один способ, как можно съесть что-то очень быстро! У-у-у! Ну и сработало! Сработало! Просто мне понадобилась помощь! А что с моей шеей? Ой! Не расстраивайся, тебе идиот! Ну что? Моя очередь лопать шоколадки! Но для начала я с их помощью пранкану Лилу! Интересно, я похожа на вампира с клыками? Да уж! Только почему клыки коричневые? Зато я всех развеселила! Вот теперь можно и шоколадки съесть! Вкуснятина! Все-таки нет ничего круче, чем батончики Твикс! Осталось только пальцы облизать! Что нас ждет на этот раз? Что? Это все? Но арбузные косточки даже не едят! А вот у меня настоящий арбуз! Точнее его часть! А мне достался целый арбуз! Но честь есть первый я согласна отдать Поле! Правильно! Потому что я тут самая голодная! Вкуснотища! Ну какой же сочный и сладкий арбуз! Я быстро с ним разделаюсь! Объедение! Вот только куда мне девать косточки? Лила, помоги! Так! Поле, твои семечки пробили оболочку моего арбуза! И теперь я знаю, что внутри него целая куча разноцветных конфеток! Ммм! Как здорово! К тому же очень вкусных конфеток! Ну ладно, чего медлить! Нужно слопать все конфетки сразу! Объедение! А что-то мне подсказывает, что и кожура у этого арбуза такая же вкусная, как и его внутренности! И правда, я в восторге! Ну как же мне повезло! Девочки, я так налопалась! Ну что, Зара, пришло время для твоей косточки! Съесть косточку от арбуза, это странно! Она же совсем невкусная! Ну я знаю, что с ней можно сделать! А почему бы мне не вырастить себе настоящий арбуз? Бабушка учила меня, как правильно ухаживать за растениями! Зара, ты это, аккуратнее! Ты сейчас по всему столу в землю рассыплешь! Ай! Вот, фу! Она нам даже в рот попала! Я сделала ямочку, в которую мне теперь нужно положить косточку! А там надо будет ее закопать! После я просто полью ее водой! Останется только ждать! Ну давай! Ух ты! Как же быстро все происходит! Не может быть! Не верю, что так быстро получилось! У меня вырос арбуз! И теперь самое время разбить его на кусочки! Чтобы слопать каждую половинку! Ну, наконец-то я смогу насладиться свежим, сладким и сочным арбузиком! Вкуснотища! Я рада! Ты очень смешно ешь, но ты большая молодец! Вау, какая огромная стопка попитов! Странно, но, по-моему, мой сломан! Я не могу нажать на кнопку! И что же ты собираешься делать? Перестань это нюхать! Такое нельзя есть! Ошибаетесь! Мой попит сделан из мармелада, и он очень вкусный! Вау, ничего себе! Вот это удача! Ну вот, осталось совсем немного! Я быстро справилась! Чего смотрите? Теперь вы! Может быть, мои попиты тоже мармеладные? Не похоже, они слишком жесткие! Ого, да это шоколад! Мне повезло еще больше, чем я ожидала! Мой любимый белый шоколад с конфетами внутри! Да уж, жаль, что мне не удастся это попробовать! Это ты верно подметила, Фиби! Делиться я не собираюсь! Мии, у тебя все лицо в краске! Подумаешь! Я быстро это исправлю! Ну вот, все, чисто! Так, остался только я! И это прекрасные новости! Интересно, из чего сделаны мои попиты? Не похоже ни на шоколад, ни на мармелад! Это же настоящие попиты! Круто! Мы можем поиграть! Боже, как это успокаивает! Да, мне сейчас успокоиться точно не помешает! Вау, чипсы! Это прекрасные новости! Но почему у каждого из нас всего одна банка? Не знаю, но думаю, мы все равно должны попробовать! Ну что там, Фиби? Пока не понимаю! Чипс прилетел тебе прямо в глаз! Вот умора! Не вижу в этом ничего смешного! Я думала, что банка пуста! Хорошо, что можно хотя бы немного перекусить! Ну все, я подкрепилась! Так, пора проверить, что в моей банке! Надеюсь, там порция побольше! Не может быть! У этой банки нет дна и чипсов в ней тоже нет! Дэнни, взгляни на стол! Вот же они! И как я мог упустить? По-моему, тут целый десяток! Это лучше, чем одна чипсинка! Мы тебя поздравляем! Что с тобой? Наверное, я вдохнул приправу! Очень хочется чихнуть! А, вроде отпустила! Теперь можно и подкрепиться! Ну вот, опять начинается! Ты сдул все свои чипсы! Вот проклятие! Ладно, Мия, не повторяй моих ошибок! Поверь, я умею обращаться с едой! Ничего себе, как много чипсов! Они все не заканчиваются! В этой стопке целая сотня! Вот это да! А ты не против, если я попробую? Конечно, против! Не приближайтесь к моей еде! Я сама прекрасно справлюсь и без вашей помощи! Невероятно! И как в тебя все это поместилось? Я и не на такое способна! Ого! Похоже, кто-то подавился! Пора спасать Мию! Секундочку, я уже спешу на подмогу! Прошу! Большое спасибо, Дэнни! Ты настоящий друг! Что такое? Почему Холла хлещет в разные стороны? Какой кошмар! Я вся промокла! Даже не представляю, как это произошло! Как много киткатов! Я бы не сказала, что их много! Всего 10 штук! Ну, тоже неплохо! А у Фиби только один неудачница! Зато я уверена, что он самый вкусный! Аккуратнее! Незачем кидать в меня обертки! О, какой толстый слой шоколада! Это великолепно! А еще я просто обожаю вафли внутри китката! Ты закидала нас крошками! Извините, это вышло совершенно случайно! Мы тебе это еще припомним! Как-нибудь в другой раз! А сейчас Мии нужно заняться своими шоколадками! Да, по-моему, это отличная мысль! Как ты ловко и быстро избавилась от оберток! Круто! Да, они совершенно ни к чему! Меня интересует только шоколад! Похоже, вилкой и ножом его не разрезать! Справлюсь и без них! Какой вкус! Это нечто невероятное! Меня не остановить! Это лучшие батончики на свете! И куда пропали твои хорошие манеры, Мия? Ты сама на себя не похожа! Один батончик упал! Забери его скорее! Не хотелось бы попасть тебе под горячую руку! Ты не зря опасаешься, Дэнни! Всем, кто пытается забрать мою еду, стоит бояться наказания! Дэнни, приди в себя! Тебе предстоит съесть еще сотню шоколадных батончиков! Да, Фиби права, начинай! Тут просто так не справиться! Нужен особый подход! Я решил построить кое-что грандиозное! Такого сооружения вы еще никогда не видели, ручаюсь! Выглядит и правда невероятно! Мне понадобится лестница, чтобы забраться на самый век! Готово! Это был последний сладкий кирпичик! Даже не просите меня слезть! Здесь очень здорово! Ну, не хочешь, как хочешь! Нам это даже на руку! Извини, Дэнни, но твоему сооружению конец! О нет! Что вы наделали? Я ведь так старался! Другого варианта не было! Нам пришлось пойти на этот шаг ради шоколада! Так, и мы ни о чем не жалеем! Это того стоило! Когда еще выпадет шанс так подкрепиться сладеньким? Ну, а это можно сдуть! Так, а вот и я! Надеюсь, не скучали? Что-то голова кружится! Хорошо, что я надел каску! Какой же ты смешной! Наконец-то у меня самая большая порция! Сразу сто жвачек! А вам сколько досталось? У Дэнни всего одна! Это же так смешно! Мне так не кажется! По-моему, в этом нет ничего веселого! Смотрите, в упаковке сразу несколько жвачек! Это же просто отлично! Мия, извини, я не думал, что попаду в тебя! Ну что ж, приступим! Сейчас я покажу вам, как работают настоящие фанаты жвачек! Было бы отлично, если бы они не разбрасывали повсюду мусор! Ой, ты такая злопамятная! И не нужно было меня бить! Ты что делаешь, Дэнни? Это выглядит странно! Зато удобно! Пара секунд, и все жвачки у меня во рту! А теперь смотрите, какие пузыри я могу надувать! Ого, тебе бы в цирке работать! Надеюсь, что это комплимент! Если так, то спасибо! Браво! Было здорово! А теперь очередь Мии! Вау, ты опять сняла обертки разом! Круто! Такие трюки мне легко удаются! А еще я могу засосать жвачки в рот, как пылесос! Ого! Круто! Такой большой пузырь! Мне кажется, самое время его лопнуть! Извини меня, но я не могу сдержаться! А я лучше прикроюсь! Ты что натворил, Дэнни? Мне ничего не видно! Наверное, это потому, что жвачка облепила все лицо! Кажется, со мной что-то не так! Просто ты отклеила свои брови! Какой кошмар! Нужно сейчас же вернуть их на место! Наблюдать за этим не очень-то и приятно! Ты сам виноват! Зато теперь я в порядке! Так, пора и мне поработать челюстями! Аккуратнее, Фиби! Так можно и стол сломать! Немного не рассчитала свои силы! Торопилась снять жвачок обертки, простите! У тебя что, рот резиновый? Как в него помещается столько еды? Да ладно, вам это пустяки! Ничего сложного! Фиби, ты куда? Стой! Я тебя держу! Дэнни, это бесполезно! Ее шар оказался очень большим! Но мы должны ее спасти! Есть выход! Нужно выстрелить из рогатки и лопнуть шар! А что, неплохая мысль! Думаю, получится! Ну вот, ты промазал! Давай лучше я попробую! Ты уверена? Ааа, мой пузырь лопнул! Получилось! Ну, а теперь она падает! Я попробую ее поймать! Ну вот, у тебя опять ничего не вышло! Извини, я старался как мог! Ну, спасибо вам! Что? Где это мы? Вас ждет невероятный челлендж! Вы должны будете продемонстрировать свои способности! А именно, вам нужно рисовать! В первом раунде вы должны изобразить поп-ит! Тот, кто за минуту создаст лучший рисунок, тот и получит эту классную игрушку! А рисовать вы будете не красками, а конфетами с Китлз! Это будет весело! Ваша минута уже пошла! О, ну, пошла, говорите! Значит, самое время полакомиться моими любимыми конфетками! Конфетки с Китлз выделяют очень яркую краску! А это значит, что с их помощью можно сделать неплохой рисунок! Думаю, у меня получится! А у меня есть идея получше! Что если превратить конфеты в настоящие краски? Нужна палитра и немного воды! Идеально! Теперь у меня есть множество самых разных цветов! Ну уж нет! Я не позволю Джейму выиграть! Говорите, нужна вода? Будет вам вода! Смотрите, какая красота! Теперь это похоже на тот рисунок, который победит в этом раунде! А что делать мне? Я случайно слопал все конфеты! Ну ладно! Барби, может, я заберу твой рисунок? Еще чего! Я так долго старалась! Руки прочь! Ну что, ребята, ваше время вышло! Так что показывайте, что нарисовали! Смотрите, вам нравится! Ты издеваешься, на рисунке ничего нет! Энди это никуда не годится! Просто скитался, очень вкусный! А я вот очень старалась! Правда, из-за воды сердечко осталось на столе! Но вы представьте, будто все нормально! Нет уж, нужно, чтобы рисунок был целым! А как мой? Джейн, ты настоящий художник! Думаю, победитель сегодня очевиден! Джейн, ты получаешь этот огромный поп-ит! Как же так? Это был наш приз! Точнее, мой! Энди, хочешь, я поделюсь поп-итом? Мне не жалко! Давай! Оно не трогай! Ты что, совсем уже? Ладно, ладно! Прости, Джейн, но Барби явно против! Зачем нам столько соусов? Потому что в этом раунде вы будете рисовать ими! Ваш приз, рыба! Тьфу! На рисунок у вас есть минута! Думаю, нужно постараться, потому что тут есть какой-то подвох! Если хорошие призы за хорошие рисунки, то плохие за плохие! В этот раз я точно есть не буду! Я хочу выиграть! Энди, прости, но ты бросаешь мусор прямо в меня! Ой, как же я мог! Прости, Джейн, я не заметил! Да все хорошо! Ты чего, помогаешь ей? Как тебе не стыдно? Я исправлю свою вину! А теперь пора бы приступить к рисованию! Какой бы соус выбрать? Кажется, выбор сделан за меня! Причем хороший выбор! Надеюсь, у меня получится похожая рыба! Энди, ты молодец! Рыба и правда классная! Теперь мне пора начинать рисовать! Думаю, лучший способ – делать это пальцами! Думаю, я легко всех вас сделаю! Только попробую немного соуса! Ну, какой же он вкусный! Вот и все! Соусы закончились! Надеюсь, эта куча упаковок не свалится! О нет! Что же я наделал? Рисунок испорчен! Ребята, время вышло! Показывайте свои шедевры! Уже? А я ничего не успела! Джейн, ты первая! Джейн, ты молодец! Мне очень нравится твой рисунок! Энди, смотри, как красиво! Какой же ты доверчивый! А как вам моя работа? Я старался! Думаешь, это смешно? Хватит издеваться! Что? Но рисунок был, честно! Кажется, это дело рук Барби! Барби, у тебя рисунок средний! У Джейн получше! Как тебе не стыдно, Барби? Я не хотела проигрывать! Рыба достается, Энди! В следующий раз будешь знать, как издеваться надо мной! Ну, я ненавижу рыбу! Не переживай! Я знаю, что тебе точно поможет! Горелка! Ты можешь приготовить из рыбы вкусный обед! А как горелка работает? Где она включается? О, нашел! Прости, Барби! Джейн, да ты гений! Смотри, как аппетитно это выглядит! Будет еще лучше и вкуснее, когда мы украсим рыбу овощами! Теперь все будет просто идеально! Джейн, ты гений! Это очень вкусно! В этот раз приз довольно странный, но все равно роскошный! Вас ждет шикарное платье! Ух ты, красота! Алло, вы меня слышите? Я тебя слышу! Хватит болтать, пора рисовать! Минута пошла! Вот это да! Я еще ни разу 3D-ручкой не рисовала! Я тоже, но мне кажется, что у меня получится! Какая красота! Оказывается, 3D-ручка – это очень удобно! А у меня есть другая идея – сначала сделать отдельные детали! Уху! А у меня идея еще лучше – плевать на платье! Лучше я сделаю машинку! Крутую, быструю и красивую! Ассоу! Хи-ха! Смотрите, как круто ездит! Да уж, ведешь себя как ребенок! Кажется, платье получилось шикарным! Но совсем не крепким! Слушай, Энди, ты так круто делаешь модели 3D-ручкой! Может быть, ты и мне поможешь? С удовольствием! Мальчик делает платье! Ребята, покажите, что у вас получилось! Минута прошла! Ух ты, Энди! Ты меня удивил! Но это не я! А вот Барби разочаровала! Где вторая половина платья? Я думала, она на месте! Простите, мое платье тоже развалилось! Ничего страшного! Все равно я уже решил, что победителем станет Энди! Поздравляю с обновкой! Какой ужас! Энди, ты точно станешь звездой Инстаграма! А вы готовы увидеть настоящего короля? Вот он! Но корона вмиг станет вашей, если вы сделаете крутой рисунок! Я очень хотела бы такую корону! О, да, Джейн, тебе корона точно подойдет! Тоже мне влюбленные голубки! Ваше время уже идет, поторопитесь! Как рисовать косметикой? Я вообще ей пользоваться не умею! А мне кажется, что рисунок может получаться очень даже неплохим! Энди, возьми помаду, чтобы тоже нарисовать крутой рисунок! Спасибо за совет! Такими темпами они меня перегонят! Что же делать? Точно! Мелкая золотая крошка должна меня спасти! Откуда это летит? О, нет! Прости меня, Джейн, я не хотел! Это не я, честно! Так вам и надо! Ну вот, теперь мой рисунок испорчен! Держи мой рисунок, а мне отдай свой! И не расстраивайся! Спасибо тебе! Ты настоящий джентльмен! Осталось твой рисунок немного подправить! Окей! А я из твоего тоже сделаю корону, только бумажную! Это даже лучше, чем какой-то рисунок! Теперь они не успеют нарисовать крутую корону! А вот у меня есть все шансы на победу! Думаю, немного блесток сыграют только на руку! Какая красота! Блестящая! Какая хозяйка, такая корона! Ребятки, пришло время показать свои шедевры! Джейн, это никуда не годится! Раньше ты рисовала гораздо лучше! А я ее сделал оригами! Круто? Оригинально, но нужен был рисунок! А как у меня? Барби, ты умница! Это лучшая корона, что я видел, поэтому приз получаешь именно ты! Ура! Теперь я настоящая принцесса, а не какая-то Джейн! Осталось только принца найти! А вот и вон как быстро! Дорогой принц, вы увезете меня в свое королевство? Да уж, королевство прыщей! О, нет! Знаешь что, Джейн, у меня для тебя тоже есть корона! Пусть не золотая, зато сделанная с любовью! И цветы тоже тебе! Огромное спасибо, Энди! А теперь пойдем слопаем мороженое! Пошли!